Жизнь Бенвенута сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им самим во Флоренции Письмо Бенвенута Челлини к Бенедетто Варке Высокопревосходнейший, даровитый мессер Бенедетто, и премного мой досточтимейший. Раз, Ваша милость, мне говорит, что эта простая речь о моей жизни больше вас удовлетворяет в этом чистом виде, нежели будучи подскобленной и подправленной другими, что показалось бы не настолько правдой, насколько я писал, потому что я старался не говорить ничего такого, чтобы мне памятью идти на ощупь, а говорил чистую правду, Опуская большую часть неких удивительных происшествий, которым другие, которые бы это делали, придали бы этому большую важность. Но, имея сказать столько великих вещей, и чтобы не делать слишком большого тома, я опустил большую часть малых. Я посылаю моего слугу с тем, чтобы вы ему отдали мою сумку и книгу, и потому что я думаю, что вы не могли бы дочитать всего, так и чтобы не утруждать вас столь низким делом, и потому что то, чего я желал от вас, я получил, и этим преудовлетворен, и от всего моего сердца вас за это благодарю. Теперь я вас прошу, чтобы вы не заботились читать дальше, и мне ее вернули, оставив себе мой сонет, потому что я весьма хочу, чтобы он отдавал немного блеском вашего изумительного лощила, и отныне вскоре я приду вас посетить и охотно послужить вам, в чем умею и могу. Пребывайте здравы, прошу вас, и не оставляйте меня вашим благоволением. Из Флоренции, дня 22 мая 1559. — Если бы ваша милость сочла возможным оказать кое-какую помощь этому моему монашку у братья Дельи Аньоли, я буду вам много обязан. Всегда к услугам вашей милости вполне готовый. Бенвенута, Челлини. Наобороте. Высоковельможному и превосходительному мессер Бенедетто Варки, моему досточтимейшему. Я жизнь мою мятежную пишу в благодарение Господу природы, что, дав мне душу, блюл ее все годы, ряд знатных дел свершил я и дышу. Мой рок жестокий, без вреда сношу, жизнь, слава, дар, девящий все народы, мощь, прелесть, красота и стать породы, поправ одних, другим во след спешу. Но мне премного жаль, что столько рани, средь суеты потеряно годин, наш хрупкий разум ветер разносит всюду. Раз тщетно сетовать, доволен буду, всходя, как не сходил, желанный сын в цветке, возросшем в доблестной Тоскане. В оригинале «Иль бенвенутто», в буквальном переводе «желанный», Челлини обыгрывает свое имя. В цветке, возросшем в доблестной Тоскане, в цветке, то есть во Флоренции, дело в том, что название города Флоренция, Фьеренция, или в старинном написании Фьоренция, этимологически связывалось с латинским словом «флорес», «цветы», по-итальянски «фьори». Я начал писать своею рукою эту мою жизнь, как можно видеть по нескольким склеенным листкам. Но, рассудив, что я теряю слишком много времени, и так как это мне казалось непомерной суетой, мне повстречался сынишка Микеле Ди Горо из Пьеве Агропины, мальчуган лет четырнадцати приблизительно. И был он хворенький. Я начал его сажать писать, и, пока я работал, сказывал ему мою жизнь. И так как я находил в этом некоторое удовольствие, то я отрудился много усерднее и делал гораздо больше работы. Так я и оставил ему это бремя, каково, я надеюсь, продолжать настолько и впредь, насколько буду помнить. Книга первая. Глава первая. Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное или похожее на доблесть, должны бы, если они правдивы и честны, своею собственной рукою описать свою жизнь. Но не следует начинать столь благого предприятия прежде, нежели минит сорок лет. Убеждаясь в этом теперь, когда я переступил за возраст пятидесяти восьми полных лет, и находясь во Флоренции, моем отечестве, памятуя о многих привратностях, постигающих всякого, кто живет, будучи в меньших таких привратностях, чем когда-либо до сих пор, мне даже кажется, что я в большем душевном довольстве и телесном здравии, чем когда-либо раньше, и, вспоминая о кое-каких благих отрадах и кое-каких неописуемых бедствиях, каковые, когда я оборачиваюсь назад, ужасают меня удивлением, что я достиг до этого возраста пятидесяти восьми лет, с каковым столь счастливо я, благодаря милости Божией, иду вперед. Глава вторая Хотя те люди, которые потрудились с некоторым оттенком доблести и дали миру весть о себе, Ее одной должно бы быть достаточно, видя, что ты человек и ведомый. Но так как приходится жить тем способом, как видишь, что живут другие, то таким образом сюда привходит немного мирского суеславия, каковое имеет многоразличное начало. Первое Это поведать другим, что человек ведет свой род от людей доблестных и стародавнейших. Меня зовут Бенвенута Челлини, сын маэстро Джованни, сына Андреа, сына Кристофано Челлини, мать моя Мадонна Элизабетта, дочь Стефано Граначчи, и тот, и другая, флорентийские граждане. Мы находим написанным в летписях, составленных нашими флорентинцами, весьма стародавними и людьми достоверными, как-то пишет Джованни Виллани, что можно видеть, как город Флоренция построен в подражание прекрасному городу Риму, и можно видеть некоторые следы Колоссея и Терм. Все они возле Санта-Кротча. Капитолий был там, где теперь старый рынок. Ротонда вся еще цела, которая была сделана для храма Марса, теперь она для нашего Сан-Джованни. Что это было так отлично видно, и отрицать этого нельзя. Но сказанные здания много меньше римских. Тот, кто велел их построить, был, говорят, Юлий Цезарь с некоторыми римскими вельможами, которые, победив и взяв Фьезоле, воздвигли на этом месте город, и каждый из них взялся построить одно из этих замечательных зданий. Был у Юлия Цезаря первейший и храбрейший военачальник, каковой звался Фиорино из Челлино. Есть такой замок в двух милях от Монте-Фиасконе. Далее сообщается легендарная история возникновения Флоренции. Место это любопытно и тем, что уже с самого начала автор занимается мифологизацией своей личности. Этот Фиорино расположился станом под Фьезоле, там, где теперь Флоренция, чтобы быть ближе к реке Арно, ради удобства войск. И все эти солдаты и прочие, у кого было дело к сказанному военачальнику, говорили, «Идем во Флоренцию». Как потому, что сказанного военачальника звали Фиорино, так и потому, что в том месте, где у него был сказанный его стан, по природе этого места было изобильнейшее множество цветов. И вот когда зачинался город, Юлию Цезарю понравилось это красивое имя. И потому, что оно дано было кстати, и потому, что цветы служат добрым предзнаменованием, и это имя Флоренции он дал именем сказанному городу. Так же и для того, чтобы оказать эту честь своему храброму военачальнику. И он тем более к нему благоволил, что извлек его из весьма скромного места и сам сделал его таким замечательным человеком. То имя, которое говорят эти ученые-измыслители и исследователи таких происхождений имен, говорят будто от того, что она стоит на Арно. Это вряд ли может быть, потому что и Рим стоит на Тибре, и Феррара стоит на По, и Леон стоит на Соне, и Париж стоит на Соне. Однако же у них имена разные и происшедшие другим путем. Так мы находим и так полагаем, что происходим от доблестного человека. Затем мы находим наших же Чилини в Равенне, еще более древнем городе Италии, и там они — большие вельможи. По всей вероятности, Равенские Чилини — лишь просто однофамильцы. Имеются они и в Пизе, и я их находил во многих местах христианского мира. Да и в этом государстве их осталось несколько семейств людей ратных. И не так еще много лет тому назад один юноша по имени Лука Чилини, безбородый юноша, дрался с испытанным воином и храбрейшим человеком, который не раз сражался на поединках по имени Франческо да Викурати. Этот Лука, по своей доблести, с оружием в руках одолел его и сразил с таким мужеством и доблестью, что изумил свет, который ожидал совсем обратную. Так что я горжусь тем, что восхожу к доблестным людям. Утверждение очень характерное для эпохи Возрождения, причем я гораздо больше горжусь. О том, как я снискал некоторую честь моему дому, каковая при этом нашем теперешнем житье, по причинам, которые известны, и моим искусством, каковое немного приносит, в своем месте я об этом скажу. Причем я гораздо больше горжусь тем, что, родясь простым, положил своему дому некоторое почтенное начало, чем если бы я был рожден от высокого рода и лживыми качествами запятнал его или очернил. Пока же начну о том, как Богу было угодно, чтоб я родился. Глава третья. Предки мои обитали в Вальдамбра, и там у них было великое множество владений. И как маленькие вельможи, удалясь туда из-за усобиц, они и жили. Все это были люди ратные и весьма храбрые. В те времена один из их сыновей, младший, которого звали Кристофано, затеял великую расприю с некоими их соседями и приятелями. И так как с той и с другой стороны за это взялись главы семейств, и они увидели, что огонь зажегся настолько изрядный, что грозит опасностью обеим семьям разрушатся в конец, то, рассудив это, те, что постарше, по уговору, мои убрали прочь Кристофано, и также и другая сторона убрала прочь другого юношу причину распри. Выходит, что этот прапрадед Бенвенута первым из Чилини обосновался во Флоренции. Те отправили своего в Сиену, наши отправили Кристофано во Флоренцию, и здесь купили ему домик на Виакьяра у монастыря Санторсола, а у Понте Арифреди купили ему очень хорошие владения. Сказанный Кристофано во Флоренции женился и имел сыновей и дочерей, и устроил всех своих дочерей, остальное поделили между собой сыновья после смерти отца. Дом на Виакьяра вместе с кое-какими другими имуществами достался одному из сказанных сыновей по имени Андреа. Этот точно так же женился и имел четырех детей мужеского пола. Первого звали Джируламо, второго Бартоломео, третьего Джованни, который потом стал моим отцом, четвертого Франческо. Этот Андреа Челлини был весьма сведущ в зодческом деле того времени и как своим искусством им и жил. Джованни, который стал моим отцом, больше, чем который-либо из остальных занимался им. А так, как, чтобы преуспевать в сказанном искусстве, как говорит среди прочего Витрувий, необходимо знать немного музыку и хорошо рисовать, то Джованни, став хорошим рисовальщиком, начал заниматься музыкой и вместе с тем научился очень хорошо играть на виоле и на флейте и, будучи человеком весьма прилежным, мало выходил из дому. Витрувий Палеон жил во времена императора Августа, автор знаменитого трактата «Архитектура». Людей Возрождения с этим трактатом познакомил Леон Батиста Альберти 1404-1472 Соседом у них стена об стену был некто звавшийся Стефано Граначи. У какового было несколько дочерей, все красавицы. И вот Богу было угодно, чтобы Джованни приметил одну из сказанных девушек по имени Элизабетта. И так она ему понравилась, что он к ней посватался. А так как отцы по близкому соседству отлично были знакомы, то учинить этот брак было легко. И каждому из них казалось, что он очень хорошо устроил свои дела. Сначала эти добрые старики сговорились о браке, затем начали толковать о приданом. И был между ними небольшой дружеский спор, потому что Андрео говорил Стефано, мой сын Джованни отменнейший юноша и во Флоренции, и в Италии, и пожелай я женить его раньше, то я имел бы одно из самых крупных приданок, какие даются во Флоренции людям нашего звания. А Стефано говорил, ты прав тысячу раз, но у меня пять дочерей и столько же сыновей, так что, если подсчитать, то это все, что я могу натянуть. Джованни некоторое время слушал, скрытый от них, и, подойдя внезапно, сказал, о, мой отец, я пожелал и полюбил эту девушку, а не их деньги. Горе тем, кто хочет поживиться приданом своей жены. И раз вы хвастали, что я такой умный, то неужели я не сумею содержать мою жену и удовлетворить ее нужды хотя бы с меньшей суммой денег, чем вам хочется. Так вот, я вам заявляю, что эта женщина моя, а приданая пусть будет вашим. Хотя на это немного и рассердился Андре Ачелине, каковой был чуточку горяч, несколько дней спустя Джованни взял себе жену и никогда потом не требовал никакого больше приданого. Они услаждались своей молодостью и своей святой любовью восемнадцать лет, с великим, однако, желанием иметь детей. Затем, после восемнадцати лет, сказанная его жена выкинула двух младенцев мужеского пола по причине малого разумения врачей. Затем снова забеременела и родила девочку, и ей дали имя Коза, по по матери моего отца. Два года спустя она снова забеременела, и так как на прихоти, которые бывают у беременных женщин, полагают много заботы, а они были точь-в-точь такие же, как и в прежние роды, то решили, что она должна произвести девочку, как и первые, и уговорились дать ей имя Репарата, чтобы повторить мать моей матери. Случилось, что она родила в ночь всех святых, после дня всех святых, в половине пятого, ровно в тысяча пятисотом году. Согласно церковной записи о крещении, Бен Венута родился третьего ноября. Поветуха, которая знала, что они ждут его девочкой, обмыв создание, завернув в прекраснейшие белые пелены, подошла тихонечко к Джованне моему отцу и сказала, «Я несу вам чудесный подарок, какого вы и не ждали». Мой отец, который был истинный философ, расхаживал и сказал, «То, что Бог мне посылает, всегда мне дорого». И, развернув пелены, увидел воочию нежданного младенца мужеского пола. Сложив престарелые ладони, он поднял вместе с ними очи к Богу и сказал, «Господи, благодарю Тебя от всего сердца, этот мне очень дорог, и да будет он желанным». Все те лица, которые были при этом, радостно его спрашивали, какое ему дать имя. Джованни ничего другого им не ответил, как только «Да будет он желанным». Бенвенута. Так решили. Такое имя дало мне святое крещение, и так я и живу с помощью Божьей. Глава четвертая Еще был жив Андре Очелини, мой дед, когда мне было лет уже около трех, а ему перевалило заста. Однажды меняли некую трубу у водостока, и из него вылез большой скорпион, какового никто не заметил, и из водостока он спустился на земь и ушел под скамью. Я его увидел и подбежав к нему схватил его руками. Он был такой большой, что когда я его держал в ручонке, то по одну сторону торчал наружу хвост, а по другую сторону торчали обе клешни. Рассказывают, что я с великим торжеством побежал к деду, говоря, посмотри-ка, дедушка, какой у меня красивый рак. Тот, увидав, что это скорпион, от великого страха и от тревоги за меня, чуть не упал замертво. И с великими ласками стал его у меня просить, а я только еще больше сжимал его, плача, потому что никому не хотел его отдавать. Мой отец, который точно так же был дома, прибежал на эти крики, и, остолбенев, не знал, чем помочь, чтобы это ядовитое животное меня не убило. Тут ему попались на глаза ножницы, и вот, играючи со мной, он отрезал ему хвост и клешни. После того, как он избавился от этой великой беды, он счел это за доброе предзнаменование. Когда мне было лет около пяти, и отец мой однажды сидел в одном нашем подвальчике, в каковом учинили стирку, и остались ярко гореть дубовые дрова. Джованни с виолой в руках играл и пел один у огня. Было очень холодно. Глядя в огонь, он вдруг увидел посреди наиболее жаркого пламени маленького зверька, вроде ящерицы, каково и резвился в этом наиболее сильном пламени. Сразу поняв, что это такое, он велел позвать мою сестренку и меня, и, показав его нам, малышам, дал мне великую затрещину, от каковой я весьма отчаянно принялся плакать. Он, ласково меня успокоив, сказал мне так, сынок мой дорогой, я тебя бью не потому, чтобы ты сделал что-нибудь дурное, а только для того, чтобы ты запомнил, что эта вот ящерица, которую ты видишь в огне, это саламандра, каковую еще никто не видел из тех, о ком доподлинно известно. И он меня поцеловал и дал мне несколько кватрино. Кватрино — мелкая разменная монета. Глава пятая начал мой отец учить меня играть на флейте и петь по нотам. И хотя возраст мой был самый нежный, когда маленькие мальчики обычно находят удовольствие в какой-нибудь свистульке и подобных игрушках, я имел к этому неописуемое отвращение. Однако единственно, чтобы слушаться, играл и пел. Отец мой изготовлял в те времена удивительные органы из деревянных трубок, клавесины, наилучшие и прекраснейшие, какие тогда можно было видеть, виолы, лютни, арфы, красивейшие и превосходнейшие. Он был инженер, и чтобы делать инструменты, как-то снаряды для наводки мостов, снаряды для валяльных мельниц, всякие другие машины, работал изумительно. По слоновой Косте он был первый, который хорошо работал. Но так как он и влюбился то в ту, которая с ним стала, он мне отцом, а она матерью, быть может, из-за этой же флейточки, занимаясь ею много больше, чем следовало, то он был приглашен флейтчиками сеньории играть вместе с ними. Когда он продолжал так некоторое время для собственного удовольствия, они стали так его упрашивать, что сделали его таким же флейтчиком. Лоренцо, де Медичи и Пьеро, его сын, которые его очень любили, увидели потом, что он весь отдался флейте и забросил свой прекрасный талант и свое прекрасное искусство. они лишили его этого места. Речь идет о Лоренцо великолепном 1449-1492 правителе Флоренции с 1469 года и меценате. Будучи сам человеком широко образованным и незаурядным поэтом, Лоренцо собрал при своем дворе кружок ученых-гуманистов, писателей и художников Пико Делла Мирандола, Марсилио Фичино, Анжело Полициано, Луиджи Пульчи, Сандро Боттичелли и другие. По достижениям в области культуры время Лоренцо великолепного одно из самых славных в истории Флоренции. При его сыне Пьеро 1471-1503 начинается упадок. В 1494 году флорентийцы, недовольные тиранией Медичи, восстали против них. Пьеро и его братья Джованни и Джулиано были изгнаны из Флоренции. В 1503 году Пьеро утонул. Джованни и Джулиано восстановили тирании во Флоренции в 1512 году с помощью испанских войск. Мой отец очень рассердился и считал, что они учинили ему великую обиду. Он сразу принялся за свое художество и сделал зеркало около локтя в поперечнике из простой и слоновой кости с фигурами и листьями великой тщательности и прекрасного рисунка. Около локтя в поперечнике, то есть около 58 сантиметров. Зеркало имело вид колеса. Посередине было зеркало. Вокруг было семь кругов, в каковых были вырезаны и выложены слоновой и черной костью семь добродетелей. И все зеркало, а также и сказанные добродетели находились в равновесии. Так что если вращать сказанное колесо, то все добродетели двигались, а в ногах у них был противовес, который держал их стоймя. А так как он имел некоторые познания в латинском языке, то вокруг сказанного зеркала он сделал латинский стих, который гласил «В какую бы сторону не вращалось колесо фортуны, добродетель стоит твердо». Малое время спустя ему было возвращено место флетчика. Хотя кое-что из всего этого было еще до того, как я родился, но так как я об этом помню, то я не хотел оставить это в стороне. В те времена эти игрецы были все именитейшие мастера, и среди них были такие, которые принадлежали к старшим цехам шелковому и шерстяному. По этой причине отец мой не гнушался заниматься этим художеством, и величайшим на свете желанием, какое у него имелось на мой счет, это было, чтобы я сделался великим игрецом, а величайшим на свете огорчением, какое я мог иметь, это было, когда он со мной об этом рассуждал, говоря мне, что если бы я захотел, он видит меня таким способным к этому делу, что я стал бы первым человеком в мире. Принадлежали к старшим цехам, стало быть, принадлежали к так называемому жирному народу. Старшими цехами именовались цехи более древние шелковой и шерстяной например. Глава шестая Как я сказал, отец мой был великим слугой и другом медицинского дома, и когда Пьеру был изгнан, то он доверялся моему отцу в премногих самоважнейших делах. Потом, когда пришел великолепный Пьеру Содерини, отец же мой был в должности игреца, то Содерини, узнав об удивительном таланте моего отца, начал пользоваться им в самоважнейших делах как инженером. Пьеру Содерини Гонфолоньер, то есть глава Флорентийской республики с 1502 по 1512 год, когда был изгнан вернувшимися Медичи. И пока Содерини оставался во Флоренции, он так любил моего отца, как можно только себе вообразить. И в те времена, так как я был в нежном возрасте, мой отец велел сажать меня на плечи и заставлял меня играть на флейте. И я исполнял сопрано вместе с дворцовыми музыкантами перед синьорией и играл по нотам, а Слушка держал меня на плечах. Перевод Слушка в данном случае приблизительный. В оригинале сказано «таволачино», то есть специальный служитель, обязанностью которого было ношение во время торжественных церемоний доски тавола с изображением герба флорентийской синьории. Потом Гонфолоньер, то есть сказанный Содерине, находил большое удовольствие в том, чтобы я болтал и давал мне гостинцы и говорил моему отцу «Маэстро Джованни, научи его вместе с музыкой и остальным твоим прекрасным искусством». Каковому мой отец отвечал «Я не хочу, чтобы он занимался никакими другими искусствами, как только игрой и слаганием, потому что в этом художестве я надеюсь сделать величайшего человека в мире, если Бог дарует ему жизнь». На эти слова возразил один из этих старых господ, говоря «Маэстро Джованни, сделай так, как тебе говорит Гонфолоньер. Почему бы ему никогда не быть ничем другим, как только хорошим игрецом? Один из этих старых господ, то есть один из членов совета при Гонфолоньере. Так прошло некоторое время, пока не вернулись медичи. Как только медичи вернулись, кардинал, который стал потом папой-львом, весьма обласкал моего отца. Речь идет о кардинале Джованни Медичи 1475-1521, втором сыне Лоренцо великолепного, избранном папой под именем Льва десятого в 1513 году. Тот герб, что был на дворце Медичи, пока они отсутствовали, с него были убраны шары, и на нем написали большой красный крест, каковой был гербом и эмблемой коммуны. Так что, как только они вернулись, красный крест соскоблили и в сказанном щите поместили его красные шары и сделали золотое поле, устроив все очень красиво. Речь идет о дворце Медичи во Флоренции, ныне Палаццо Рикарди, на котором красовался герб с изображением на нем шаров, эмблемой дома Медичи, долженствующий напоминать о медицинском происхождении дома Медичи. Шары лекарственные пилюли. В гербе Медичи шесть таких шаров пилюль. Мой отец, у которого была от природы подлинная поэтическая жилка и даже немного пророческая, что, несомненно, было у него божественным, подсказанным гербом, как только он был открыт, поместил такие четыре стиха. Гласили они так, сей герб, который был еще вчера, под милосердной схоронен святыней, свой гордый лик опять являет ныне и ждет священной мантии Петра. Эту эпиграмму прочла вся Флоренция. Немного дней спустя умер папа Юлий Второй, кардинал до Медичи отправился в Рим и, вопреки ожиданию всех, был избран папой, и это был папа Лев Десятый, щедрый и великодушный. Дело в том, что кардиналу Джованни Медичи было всего 37 лет, что полагалось для папы возрастом неслыханно юным. Возможно, впрочем, Челлини забыл, что Джованни был сделан кардиналом в возрасте поистине младенческом, всего в 13 лет. Мой отец послал ему свои пророческие четыре стиха. Папа прислал ему сказать, чтобы он ехал туда и благо ему будет. Он не хотел ехать, и вот вместо воздаяния его лишил дворцовой должности Якопо Сальвяти, как только был сделан гонфолоньером. Это и было причиной, почему я поступил к золотых делмастеру. И то я учился этому искусству, то играл без всякой к тому охоты. Якопо Сальвяти, как только был сделан гонфолоньером, гонфолоньером он был январь-февраль 1514 года. Женился на дочери Лоренцо Великолепного. Глава седьмая Когда он мне говорил такие слова, я просил его, чтобы он мне позволил рисовать столько-то часов в день, а все остальное время я готов играть, только чтобы его удовольствовать. На это он мне говорил, «Так значит, ты не любишь играть?» На что я говорил, что нет, потому что это казалось мне искусством гораздо более низким, чем то, которое у меня было в душе. Мой добрый отец, придя от этого в отчаяние, отдал меня в мастерскую к отцу кавалера Бандинелло, каковой звался Микель Аниолло, золотых дел мастер из Пинца де Монте и был весьма искусен в этом художестве. Микеланджело Бандини 1459-1528 известный флорентийский золотых дел мастер. Сын его Батчо 1488-1560 скульптор и архитектор, о котором Бенвенута Челлини будет часто говорить как о злейшем своем враге. Изменил фамилию на Бандинелли, чтобы все думали, будто он из знатной сиенской семьи Бандинелли. Как бы там ни было, мне сейчас о нем говорить нечего. Когда я там прожил несколько дней, мой отец взял меня от сказанного Микеланджело как человек, который не мог жить без того, чтобы не видеть меня постоянно. Так, к своему неудовольствию, я продолжал играть до пятнадцатилетнего возраста. Если б я захотел описывать великие дела, которые со мной случились вплоть до этого возраста, и к великой опасности для собственной жизни, я бы изумил того, кто бы это читал. Но, чтобы не быть таким пространным, и так, как мне многое нужно сказать, я это оставлю в стороне. Достигнув пятнадцатилетнего возраста, я, вопреки воле моего отца, поступил в золотых дел мастерскую к одному, которого звали Антонио Ди Сандро, золотых дел мастер, по прозвищу Марконы, золотых дел мастер. Это был отличнейший работник и честнейший человек, гордый и открытый во всех своих делах. Мой отец не хотел, чтобы он платил мне жалования, как принято другим ученикам, с тем, чтобы я, так как я добровольно взялся исполнять это художество, в досталь мог рисовать сколько мне угодно. Это я делал весьма охотно, и этот славный мой учитель находил в этом изумительное удовольствие. Был у него побочный сын, единственный, каковому он много раз ему приказывал, дабы оберечь меня. Такова была великая охота или склонность, и то, и другое, что в несколько месяцев я наверстал хороших и даже лучших юношей в цехе и начал извлекать плод из своих трудов. При этом я не упускал иной раз угодить моему доброму отцу, то на флейте, то на корнете играю. И всегда он у меня ронял слезы с великими вздохами всякий раз, как он меня слушал. И очень часто я из любви его ублажал, делая вид, будто и я тоже получаю от этого много удовольствия. Глава восьмая Был у меня в ту пору родной брат, моложе меня на два года, очень смелый и пригорячий, который стал потом из великих воинов, какие были в школе изумительного сеньора Джованнино де Медичи, отца герцога Козимо. Этому мальчику было лет четырнадцать, а мне на два года больше. Джован Франческо по прозвищу Чекино Дель Пиферро, погибший в ссоре, о которой рассказывается в книге далее. Однажды в воскресенье около двадцати двух часов он был между воротами Сан-Галло и воротами Пинти, и здесь он повздорил с некоим юнцом лет двадцати со шпагами в руках. Он так ретиво на него наступал, что люто его ранив продолжал теснить. При этом присутствовало великое множество людей, среди которых было немало его родичей, и, видя, что дело идет по скверному пути, они схватили множество прощей, и одна из них попала в голову бедному мальчику, моему брату. Он тотчас упал наземь без чувств, как мертвый. Я, который случайно находился тут же, и без друзей, и без оружия, кричал брату, как только мог, чтобы он уходил, что того, что он сделал, хватит. Покамест не случилось, что он таким вот образом упал, как мертвый. Я тотчас же подбежал и схватил его шпагу, и стал перед ним, и против нескольких шпаг и множества камней. Я не отходил от брата, пока от ворот Сангалло не подошло несколько храбрых солдат, и не избавили меня от этого великого неистовства, много девясь тому, что в такой молодости такая великая храбрость. Так я отнес моего брата домой как мертвого, и, прибыв домой, он пришел в себя с великим трудом. Когда он выздоровел, совет восьми, который уже осудил наших противников и выслал их на несколько лет, также и нас выслал на полгода за десять миль. Я сказал брату, иди со мной. И так мы расстались с бедным отцом, и вместо того, чтобы дать нам сколько-нибудь денег, потому что у него их не было, он дал нам свое благословение. Я отправился в Сиену разыскать некоего почтенного человека, который звался маэстро Франческо Касторо. И благо я, как-то раз, убежав от отца, пришел к этому честному человеку и пробыл у него несколько дней, пока за мной не прислал отец, занимаясь золотых дел мастерством, то сказанный Франческо, когда я к нему явился, тотчас же меня узнал и приставил к делу. Когда я таким образом принялся работать, сказанный Франческо дал мне жилье на все то время, что я пробуду в Сиене. И там я поселил моего брата и себя и занимался работой много месяцев. Брат мой знал начатки латыни, но был такой молоденький, что не вошел еще во вкус науки и только и делал, что гулял. Глава девятая В это время Кардинал де Медичи, каковой впоследствии стал папой Климентом, возвратил нас во Флоренцию по просьбе моего отца. Некий ученик моего отца, движимый собственным зломыслием, сказал сказанному кардиналу, чтобы тот послал меня в Болонию учиться хорошо играть к одному мастеру, который там был, каковой звался Антонио, действительно человек искусный в этом игрецком художестве. Кардинал де Медичи Джулиано, побочный сын Джулиано Медичи, брата Лоренцо Великолепного, под именем Климента VII, папа с 1523 по 1534 год. Кардинал сказал моему отцу, что если тот меня туда пошлет, то он даст мне в помощь сопроводительные письма. Отец мой, которому этого до смерти хотелось, послал меня. Я же, будучи не прочь увидеть свет, отправился охотно. Прибыв в Болонию, я стал работать у одного, которого звали маэстро Эрколе Дель Пиферо и начал зарабатывать. И в то же время я каждый день ходил на урок музыки и в короткие недели достиг весьма больших успехов в этой проклятой музыке. Но гораздо больших успехов достиг я в золотых дел мастерстве, потому что не получив от сказанного кардинала никакой помощи, я поселился у некоего балонского миниатурщика, которого звали Шепиони Ковалетти. Жил он в улице Бараканской, Божьей Матери. И здесь я рисовал и работал для одного, которого звали Грациадио, Иудей, у какового я очень хорошо зарабатывал. Полгода спустя я вернулся во Флоренцию, где этот Пьерино Флетчик, когда-то бывший учеником моего отца, был этим очень недоволен. Я же, чтобы угодить моему отцу, ходил к нему на дом и играл на корнете и на флете вместе с его родным братом, имя которому было Джироламо, и был он на несколько лет моложе сказанного Пьеру, и был очень порядочный и хороший юноша. Полная противоположность своему брату. Как-то раз среди прочих зашел к этому Пьеру мой отец послушать нашу игру, и, придя в превеликое удовольствие от моей игры, сказал, «Я все-таки сделаю изумительного игреца наперекор тем, кто хотел мне помешать». На это Пьеру ответил и сказал правду, «Гораздо больше пользы и чести извлечет ваш Бен-Вен-Уто, если он займется золотых дел мастерством вместо этого дудения». От этих слов мой отец пришел в такое негодование, видя, что также и я того же мнения, что и Пьеру, что с великим гневом сказал ему, «Я всегда знал, что это ты мне препятствовал в этой моей столь желанной цели, сделал так, что меня устранили с моего места во дворце, платя мне той великой неблагодарностью, которой принято вознаграждать великие благодеяния. Я тебе его добыл, а ты его у меня отнял. Я тебя научил играть и всем искусством, которые ты знаешь, а ты препятствуешь моему сыну исполнить мою волю». Но держи в памяти эти пророческие слова. «Не пройдет», я не говорю лет или месяцев, но и нескольких недель, как за эту твою столь бесчестную неблагодарность ты провалишься. На эти слова Пьерину возразил и сказал «Маэстро Джованни, большинство людей, когда состарятся, вместе с этой самой старостью дуреют, как сделали и вы. И я этому не удивляюсь, потому что вы наищедрейше роздали все свое имущество, не подумав о том, что вашим детям оно может понадобиться, тогда как я думаю сделать как раз наоборот, оставить своим детям столько, чтобы они могли помочь и вашим». На это мой отец ответил «Худое дерево никогда не приносило доброго плода, а наоборот, и еще я тебе скажу, что ты худой человек, и дети твои будут безумные и бедные, и придут за подаянием к моим дельным и богатым детям». Так он ушел из его дома, и оба они бурчали друг другу неистовые слова. Тут я, который стал на сторону моего доброго отца, выйдя из этого дома вместе с ним, сказал ему, что хочу отомстить за оскорбления, которые этот негодяй ему учинил, с тем, чтобы вы мне позволили заниматься рисованием. Мой отец сказал «О, дорогой сын мой, я тоже был хорошим рисовальщиком. Но для прохлаждения от этих столь удивительных трудов и из любви ко мне, который тебе отец, который тебя родил и вскормил и положил начало стольким достойным дарованием, на отдыхе от них неужели ты мне не обещаешь взять иной раз эту самую флейту и этот нежнейший корнет и к некоторому усладительному своему удовольствию, услаждая себя, поиграть». Я сказал, что да, и весьма охотно из любви к нему. Тогда добрый отец сказал, что эти самые дарования будут наибольшей местью, которую за оскорбления понесенные от его врагов я бы мог учинить. После этих слов не прошло и месяца, как этот сказанный Пьеррино, строя погреб в одном своем доме, который у него был на Виаделло студио, и находясь однажды у себя в нижней комнате над погребом, который он строил, со многими товарищами, говорил как раз о своем учителе, каковым был мой отец. И когда он повторял слова, которые тот ему сказал об его провале, то не успел он их сказать, как комната, где он был, потому лишь, что погреб был плохо выведен, или одним могуществом Всевышнего, который платит не по субботам, провалилось. И эти камни свода и кирпичи, падая вместе с ним, раздробили ему обе ноги. А те, кто был с ним, оставшись над краем погреба, не потерпели никакого вреда, а только остались ошеломлены и изумлены, больше всего тем, что он им только что перед этим с издевкой рассказал. узнав об этом, мой отец вооружившись отправился к нему и в присутствии его отца, которого звали Николайо да Вольтерра трубач сеньори, сказал, «О, Пьеро, мой дорогой ученик, очень меня печалит твоя беда, но если ты помнишь, я еще недавно тебя предупреждал, и все-таки случится между твоими детьми и моими то, что я тебе сказал». Малое время спустя неблагодарный Пьеро от этого увечья умер. Он оставил после себя бесстыдную свою жену с одним сыном, каковой спустя несколько лет приходил ко мне в Рим за милостыней. Я ему ее дал, потому что в моей природе творить милостыню, и потом я со слезами вспомнил то благополучие, в каком пребывал Пьеро, когда мой отец сказал ему эти слова, то есть что дети сказанного Пьерино еще придут за подаянием к его дельным детям. И об этом довольно говорить, и пусть никто никогда не смеется над предвещаниями честного человека, несправедливо его оскорбив, потому что это не он говорит, а это голос самого Бога. Глава десятая Меж тем я занимался золотых дел мастерством, и им помогал моему доброму отцу, другому своему сыну и моему брату по имени Чеккино, как я сказал выше, преподав ему начатки латинской словесности, потому что он желал сделать меня старшего великим игрецом и музыкантом, а его младшего великим ученым законоведом, не в силах будучи побороть того, к чему нас склоняла природа, которая сделала меня приверженным к изобразительному искусству, а моего брата, который был прекрасного сложения и изящества, всецело склонным к кратному делу. И будучи еще очень молоденьким, уйдя однажды после первого урока в школе изумительнейшего сеньора Джованнино де Медичи, придя домой, когда меня не было, будучи хуже снабжен платьем, и застав своих и моих сестер, которые тайком от моего отца дали ему мой плащ и камзол отличные и новые, потому что помимо помощи, которую я подавал моему отцу и моим добрым и честным сестрам, я от сбереженных моих трудов сделал себе это пристойное платье, видя себя обманутым и что у меня отняли сказанное платье и не находя брата, ибо я хотел его у него отнять, я сказал моему отцу, почему он позволяет, чтобы мне чинили такую великую несправедливость, когда я так охотно утруждаюсь, чтобы ему помочь. на это он мне ответил, что я его добрый сын, а что этого он обрел, какового думал, что утратил, и что необходимо и даже самим Богом предписано, чтобы у кого есть добро, давал тому, у кого нет, и чтобы ради любви к нему я снес эту обиду, что Бог воздаст мне всяких благ. Я, как юноша неопытный, возразил бедному удрученному отцу, и, взяв некий мой скудный остаток платья и денег, пошел к одним из городских ворот. И, не зная, какие ворота те, что приведут меня в Рим, попал в Лукку, а из Луки в Пизу. Придя в Пизу, было мне тогда лет шестнадцать, остановившись возле среднего моста, где так называемый рыбий камень перед лавкой золотых дел мастера, смотря со вниманием, что этот мастер делает, сказанный мастер меня спросил, кто я такой и какое мое ремесло, на что я сказал, что работаю немного в том же самом искусстве, которым занят и он. речь идет о рыбных рядах, рыбном рынке на берегу Арно. Этот честный человек сказал мне, чтобы я вошел к нему в лавку и тотчас ждал мне работу и сказал такие слова. По твоему славному виду я заключаю, что ты честный и хороший. И он выложил передо мной золото, серебро и камни. А когда я отработал мой первый день, то вечером он привел меня в свой дом, где он жил пристойно с красивой женой и детьми. Вспомнив о том горе, которое мог иметь из-за меня мой добрый отец, я ему написал, что я живу у очень доброго и честного человека, какового зовут маэстро Уливьери Делла Кьостро. И выделываю у него много прекрасных и больших работ. И чтобы он был спокоен, что я прилежно учусь и надеюсь этими знаниями вскоре принести ему пользу и честь. Уливьери Делла Кьостро Пизанский золотых дел мастер Уливьери Ди Филиппо Делла Кьостро Мой добрый отец тотчас же на письмо ответил, говоря так. Сын мой, любовь моя к тебе такова, что если бы не великая честь, которую я соблюдаю превыше всего, я бы тотчас же собрался ехать за тобой, потому что поистине мне кажется, что я лишен света очей, не видя тебя каждый день, как я привык. Я буду стараться по-прежнему вести мой дом к доблестной чести, а ты старайся совершенствоваться в искусствах, и я только хочу, чтобы ты помнил эти простые четыре слова, и их соблюдай, и никогда их не забывай, в какой бы ни пришел ты дом, живи не кражей, а трудом. Глава одиннадцатая попало это письмо в руки этому моему учителю Уливьери, и он тайно от меня его прочел. Потом он мне открылся, что прочел его, и сказал мне такие слова. Значит, мой бенвенута, меня не обманул твой славный вид, как это мне подтверждает одно письмо, которое попало мне в руки от твоего отца. По каковому это должен быть очень добрый и честный человек. Считай же, что ты у себя в доме и как бы у своего отца. Живя в Пизе, я пошел посмотреть Кампо Санто, и нашел там много красивых древностей, то есть мраморных гробниц. И во многих других местах в Пизе, я видел много других древних вещей, над которыми все те дни, какие у меня оставались от моей работы в мастерской, я прилежно утруждался. А так, как мой учитель с великой любовью приходил меня повидать в моей комнатушке, которую он мне дал, то, видя, что все свои часы я трачу на художество, он возымел ко мне такую любовь, как если бы был мне отцом. Посмотреть кампус Анто, то есть местное кладбище. Я сделал большие успехи за тот год, что я там прожил, и работал из золота и серебра значительные и красивые вещи, каковые придали мне при великого духу идти дальше вперед. Отец мой, между тем, писал мне очень ласково, что я должен вернуться к нему, и в каждом письме напоминал мне, что я не должен терять эту музыку, которой он с таким трудом меня обучил. При этом у меня тотчас же пропадала охота когда-либо возвращаться туда, где он, до того я ненавидел эту проклятую музыку, и мне поистине казалось, что я был в раю целый год, когда жил в Пизе, где я никогда не играл. К концу года Оливьере, моему учителю, представился случай поехать во Флоренцию, чтобы продать кое-какой золотой и серебряный лом, который у него имелся. А так, как в этом вреднейшем воздухе, я схватил небольшую лихорадку, то с нею и с моим учителем я вернулся во Флоренцию, где мой отец учинил превеликие ласки этому моему учителю, нежно упрашивая его втайне от меня, чтобы он согласился не увозить меня обратно в Пизу. Хворая, я провел около двух месяцев, и мой отец с великой нежностью заботился о моем лечении и выздоровлении, постоянно говоря мне, что он не может дождаться, пока я буду здоров, чтобы послушать немного мою музыку. И когда он беседовал со мной об этой музыке, держа в руке мой пульс, потому что он имел некоторые познания в медицине и в латинской науке, то он чувствовал в этом самом пульсе, как только он принимался говорить о музыке, такие великие перебои, что часто перепуганный и в слезах уходил от меня. Так что, видя это его великое огорчение, я сказал одной из этих моих сестер, чтобы мне принесли флейту. И хотя у меня все еще была лихорадка, но так как инструмент этот очень неутомительный, то у меня не случилось перебоев, когда я играл с такой прекрасной постановкой рук и языка, что отец мой, вдруг войдя, благословил меня тысячу раз, говоря мне, что за то время, что я был вдали от него, ему кажется, что я сделал великие усвоения, и просил меня, чтобы я продолжал и впредь, и что я не должен терять такой прекрасный талант. Глава двенадцатая Когда я выздоровел, я вернулся к своему Марконе, честному человеку, золотых делмастеру, каковой давал мне зарабатывать, каковым заработком я помогал моему отцу и дому своему. В это время приехал во Флоренцию один воятель, которого звали Пьеро Ториджани, каковой прибыл из Англии, где он прожил много лет. И так, как он был очень дружен с этим моим учителем, то каждый день приходил к нему и, увидев мои рисунки и мои работы, сказал, я приехал во Флоренцию, чтобы набрать как можно больше молодых людей, потому что, имея исполнить большую работу для моего короля, я хочу себе в помощь своих же флорентинцев. А так, как твой способ работать и твои рисунки скорее воятеля, нежели золотых дел мастера, то, благо мне предстоят большие работы из бронзы, я в одно и то же время сделаю тебя и искусным, и богатым. Пьеро Ториджани, флорентийский скульптор, родился в 1472 году, человек неуживчивого, строптивого характера, прославился не столько своими работами, сколько ссорой с Микеланджело Буонаротти, в ходе которой Ториджани нанес Микеланджело увечье, за что и был изгнан из Флоренции. Умер в 1522 году в Испании в тюрьме, куда был заключен по обвинению в кощунстве. Это был человек замечательно красивый, чрезвычайно смелый. Похож он был скорее на великого вояку, чем на воятеля, особенно своими удивительными жестами и своим зычным голосом, с этакой привычкой хмурить брови, способной напугать любого храбреца. И каждый день он повествовал о своих подвигах у этих скотов англичан. При этом случае он завел речь о Микель-Аньоло Буонаротти, причиной чему был рисунок, который я сделал, копия с картона божественнейшего Микель-Аньоло. Речь идет о картоне, изображавшем битву при Кашине, 1364 год, сделанном по заказу Пьеро Содерини для дворца Сеньюрии. Картон этот погиб и известен только по наброскам самого Микеланджело, да по копиям современников. Такая же судьба постигла и картон Леонардо Де Винчи «Битва при Ангеларе», 1440 год, выполненный по заказу того же Содерини и для той же цели. Известен он по рисунку с него Рубенса. Оба картона почитались у современников величайшей школой мастерства. Этот картон был первым прекрасным произведением, в котором Микеланджело выказал свои изумительные дарования. И делал он его в соревновании с другим, который делал такой же, с Леонардо Де Винчи, а должны они были служить для зала совета во дворце Синьории. Изображали они, как Пиза была взята флорентинцами. И удивительный Леонардо Де Винчи взял для выбора изобразить конный бой со взятием знамен, столь божественно сделанные как только можно вообразить. Микеланджело Буонаротти изобразил на своем множество пехотинцев, которые, так как дело было летом, начали купаться в Арно. И в эту минуту он изображает, что бьют тревогу, и эти ноги и пехотинцы бегут к оружию, и с такими прекрасными телодвижениями, что никогда ни у древних, ни у других современных не видано произведение, которое достигало бы такой высокой точки. А как я уже сказал, и тот, что у великого Леонардо был прекрасен и удивителен. Стояли эти два картона, один во дворце Медичи, другой в папском зале. Пока они были целы, они были школой всему свету. Хотя божественный Микеланьоло сделал потом большую капеллу папы Юлия, он уже ни разу не подымался до этой точки и наполовину. Его талант никогда уже не достигал силы этих первых опытов. Капеллу папы Юлия речь идет о знаменитой Сикстинской капелле в Ватикане. Глава тринадцатая Теперь вернемся к Пьеру Ториджане, который с этим моим рисунком в руке сказал так «Этот Бонаротти и я ходили мальчишками учиться в церковь Дель Кармине в капеллу Мазачо». Церковь Санта Мария Дель Кармины с фресками Мазачо 1401-1428 которые приходили изучать и копировать многие поколения итальянских и приезжих художников. А так как у Бонаротти была привычка издеваться над всеми кто рисовал то как-то раз среди прочих когда он мне надоел я рассердился гораздо больше обычного и стиснув руку так сильно хватил его кулаком по носу что почувствовал как у меня хрустнули под кулаком эти кости и хрящ носовые как если бы это была трубочка с битыми сливками. и с этой моей метиной он останется пока жив эти слова породили во мне такую ненависть потому что я беспрестанно видел деяние божественного Микеланьола что у меня не только не явилась охота ехать с ним в Англию но я и виды его выносить не мог я продолжал все время во Флоренции учиться на прекрасном пошибе Микеланьола и от такового никогда не отступал в эту пору я завел общение и теснейшую дружбу с одним милым юношей моих лет который точно так же работал у золотых дел мастера имя ему было Франческо сын Филиппо и внук Фра Филиппо превосходнейшего живописца Фра Филиппо Липпи 1406 1469 выдающийся флорентийский живописец учитель Сандро Боттичелли принял монашеский постриг отсюда прозвание Фра сокращенное от Фрате монах его сын Филиппино Липпи 1457 1504 живописец ученик Сандро Боттичелли отцовского ученика от частого общения у нас родилась такая любовь что мы ни днем ни ночью никогда не расставались а так как к тому же его дом был полон прекрасных набросков которые сделал его искусный отец каковых было несколько книг рисованных его рукой изображения прекрасных римских древностей то когда я их увидел они меня весьма влюбили и около двух лет мы водились вместе в эту пору я сделал серебряную вещицу барельефом величиной с руку маленького ребенка вещица эта служила пряжкой к мужскому поясу которые тогда носились такой величины на ней была вырезана купа листьев сделанная на античный лад со множеством младенцев и других красивейших мошкер вещицу эту я сделал в мастерской у одного которого звали франческо солимбене когда эту вещицу увидели в золотых дел цехи то мне дали славу лучшего молодого работника в этом цехе и так как некий Джован Батиста по прозвищу Тассо резчик по дереву юноша как раз моих лет начал мне говорить что если я хочу отправиться в Рим то и он охотно пошел бы со мной этот разговор который у нас с ним происходил как раз после обеда и так как я по причинам все той же музыки поссорился с своим отцом то я сказал Тассо ты мастер на слова а не на дела Джован Батиста по прозвищу Тассо родился в 1500 году умер в 1555 не только резчик по дереву но и архитектор автор между прочим нового рынка во Флоренции каково и Тассо мне сказал я тоже поссорился со своей матерью и будь у меня столько денег чтобы они довели меня до Рима то я бы даже не стал возвращаться чтобы запереть свою жалкую ловчонку на эти слова я добавил что если он из-за этого остается то у меня при себе имеются такие деньги которых хватит чтобы нам обоим добраться до Рима так беседуя друг с другом пока мы шли мы неожиданно очутились у ворот Сан-Пьеро Гаттолини на что я сказал мой Тассо вот ворота которых ни ты ни я не заметили и раз уж я здесь то мне кажется что я сделал полдороги так мы с ним говорили он и я продолжая путь ах что-то скажут наши старики сегодня вечером так говоря мы заключили условия не вспоминать о них больше до тех пор пока не прибудем в Рим и вот мы привязали фартуки за спиной и почти втихомолку дошли до Сиены когда мы пришли в Сиену Тассо сказал что натрудил себе ноги что дальше идти не хочет и просил меня судить его деньгами чтобы вернуться на что я сказал мне тогда не хватит чтобы идти дальше а тебе следовало подумать об этом трогаясь из Флоренции но если это ты из-за ног решаешь не идти то мы найдем обратную лошадь в Рим и тогда у тебя не будет повода не идти и вот взяв лошадь видя что он мне не отвечает я направился к римским воротам он видя мою решимость не переставая ворчать как только мог ковыляя позади очень далеко и медленно шел когда я достиг ворот то сжалившись над моим товарищем я подождал его и посадил его позади себя говоря ему чтобы завтра сказали про нас наши приятели если бы собравшись в Рим у нас не хватило духу миновать сиену тогда добрый тассо сказал что я говорю правду и так как он был человек веселый начал смеяться и петь и так все время распевая и смеясь мы доехали до Рима было мне тогда ровно девятнадцать лет так же как и столетию когда мы прибыли в Рим я сразу же поступил в мастерскую к одному мастеру которого звали Ференцуола имя его было Джованни и был он из Ференцуолы в Ломбардии и был искуснейший человек по выделке утвари и крупных вещей когда я ему показал немножко эту модель этой пряжки которую я сделал во Флоренции у Солимбене она ему изумительно понравилась и он сказал такие слова обращаясь к одному подмастерью которого он держал каковой был флорентинец и звался Джанотто Джанотти и жил у него уже несколько лет он сказал так этот из тех флорентинцев которые умеют а ты из тех которые не умеют тут я узнав этого Джанотто обернулся к нему чтобы заговорить потому что пока он не уехал в Рим мы часто ходили вместе рисовать и были очень близкие приятели он так рассердился на те слова которые ему сказал его учитель что сказал что со мной не знаком и не знает кто я такой тогда я возмущенный такими речами сказал ему о Джанотто когда то мой близкий друг с которым мы бывали там то и там то и рисовали и ели и пили и ночевали на твоей даче мне нет нужды чтобы ты свидетельствовал обо мне этому честному человеку твоему учителю потому что я надеюсь что руки у меня таковы что и без твоей помощи скажут кто я такой глава четырнадцатая когда я кончил эти слова Ференциола который был человек очень горячий и смелый обернулся к сказанному Джанотто и сказал ему о жалкий негодяй и тебе не стыдно применять такие вот способы и приемы к человеку который тебе был таким близким товарищем и с той же горячностью обращаясь ко мне сказал поступай ко мне и сделай как ты говорил чтобы твои руки сказали кто ты такой и дал мне делать прекраснейшую серебряную работу для одного кардинала это был ларец копия спорфирового который перед дверьми ротонды ротонда второе разговорное наименование римского пантеона еще древней римской постройки перед пантеоном стоял порфировый саркофаг впоследствии украсивший латеранский собор в Риме кроме того что я скопировал я сам от себя украсил его такими красивыми мошкерками что мой учитель пошел хвастать и показывать его по цеху что из его мастерской вышла такая удачная работа он был величиной около полулоктя и был приспособлен чтобы служить солонкой которую ставят на стол это был первый заработок который я вкусил в Риме и часть этого заработка я послал в помощь моему доброму отцу другую часть я оставил себе на жизнь и на это стал заниматься изучением древностей до тех пор пока у меня не вышли все деньги так что мне пришлось вернуться работать в мастерскую этот Батиста Дель Тассо мой товарищ недолго пробыл в Риме потому что вернулся во Флоренцию принявшись за новые работы мне пришла охота когда я их кончил переменить учителя потому что меня подговаривал некий миланец которого звали маэстро Паголо Арсаго этот мой первый Ференциола имел великое препирательство с этим Арсаго говоря ему в моем присутствии некоторые оскорбительные слова так что я взял слово в защиту нового учителя я сказал что родился свободным и таким же свободным хочу и жить и что на него жаловаться нельзя а на меня и того меньше потому что мне по условию причитается еще несколько скуда и как вольный работник я хочу идти куда мне нравится раз я знаю что никому не причиняю ущерба так же и этот новый мой учитель сказал несколько слов говоря что он меня не звал и что я сделаю ему удовольствие если вернусь к ференциоле к этому я добавил что раз я знаю что никоим образом не причиняю ему ущерба и раз я кончил начатые мои работы то я хочу принадлежать себе а не другим и кто меня желает пусть у меня и просит меня на это ференциоле сказал я у тебя просить тебя не желаю и ты ни зачем больше ко мне не показывайся я ему напомнил про мои деньги он начал надо мной смеяться на что я сказал что так же хорошо как я управлялся с орудиями за той работой которую он видел не менее хорошо я управляюсь со шпагой для возмещения своих трудов при этих словах случайно остановился один старичок которого звали маэстро антонио да сан марино это был первейший и превосходнейший золотых дел мастер в риме и он был учителем этого ференциолы слыша мои речи которые я говорил так что их отлично можно было слышать он тотчас же за меня заступился и сказал ференциоле чтобы тот мне заплатил пререкания были великие потому что этот ференциолы был изумительной рубака куда лучше чем золотых дел мастер однако продолжать правду и и поднял и поднял и и поднял и с течением времени сказанной ференциолы и я мы стали друзья и я крестил у него младенца по его просьбе глава пятнадцатая продолжая работать у этого маэстро Паголо Арсаго я много зарабатывал все время отсылая большую часть моему доброму отцу по прошествии двух лет на просьбы доброго отца я возвратился во Флоренцию и снова стал работать у Франческо Салимбене у Какового очень хорошо зарабатывал и очень старательно учился возобновив общение с этим Франческо сыном Филиппо хоть я и много придавал с кое-каким удовольствием по причине этой проклятой музыки я никогда не упускал несколько часов днем или ночью каковые я отдавал занятия сделал я в ту пору серебряный Кьява Куоре как их в те времена называли пояс пронзитель сердца в буквальном переводе который дарился новобрачный ее мужем это был пояс шириной в три пальца который принято было делать новобрачным и был он сделан полурельефом с кое-какими круглыми также фигурками промеж них делался он для одного которого звали Рафаэло Лопачини хоть мне за него прескверно заплатили такова была честь которую я из него извлек что она стоила много больше чем та цена которую я из него по справедливости мог извлечь работая в ту пору у многих разных лиц во Флоренции где я знавал среди золотых дел мастеров нескольких честных людей как этот Марконы мой первый учитель другие которые слыли очень хорошими людьми наживаясь на моих работах грабили меня как могли изрядно видя это я отошел от них и относился к ним как к мошенникам и ворам один золотых делмастер среди прочих звавшийся Джован Батиста Сульяне любезно уступил мне часть своей мастерской каковая была на углу нового рынка рядом с банком который держали Ланди здесь я сделал много красивых вещиц и зарабатывал немало мог очень хорошо помогать своему дому пробудилась зависть в этих моих дурных учителях которые у меня прежде были каковых звали Сальвадоре и Микеле Гуасконти у них в золотых дел цехи было три больших лавки и они делали крупные дела так что видя что они меня обижают я пожаловался одному честному человеку говоря что довольно бы с них тех грабежей которые они надо мной чинили под плащом своей ложной показной доброты когда это дошло до их ушей они похвалились что заставит меня горько пожалеть о таких словах я же не зная какого цвета бывает страх ни во что или мало во что их ставил глава шестнадцатая случилось однажды что когда я стоял облокотясь у лавки одного из них он меня окликнул и стал то попрекать меня то стращать на что я отвечал что если бы они поступили со мной как должно то я говорил бы о них как говорят о хороших и честных людях а так как они поступили наоборот то пусть пеняют на себя а не на меня пока я разговаривал один из них которого зовут герардо гуасконти их двоюродный брат быть может по уговору с ними выждал чтобы мимо прошел вьюг это был вьюг кирпичей когда этот вьюг поравнялся со мной этот герардо с такой силой толкнул его на меня что сделал мне очень больно тотчас же обернувшись и видя что он этому смеется я так хватил его кулаком в висок что он упал без чувств как мертвый затем повернувшись к его двоюродным братьям я сказал вот так поступают с такими ворами и трусами как вы и так как они хотели что-то предпринять потому что их было много то я вспылив взялся за ножик который у меня был при себе говоря так ежели кто из вас выйдет из лавки то другой пусть бежит за духовником потому что врачу тут нечего будет делать эти слова до того их устрашили что ни один не двинулся на помощь двоюродному брату как только я ушел и отцы и сыновья побежали в совет восьми и там сказали что я с оружием в руках напал на них в их лавке вещь во флоренции небывалая господа совет вызвали меня к себе я явился и тут они дали мне великий нагоняй и ругали меня как потому что видели что я в плаще а те в накидках и куколях по городскому так еще и потому что противники мои успели поговорить с этими господами на дому с каждым в отдельности а я как человек неопытный ни с кем из этих господ не поговорил полагаясь на великую свою правоту как потому что видели что я в плаще дело в том что гражданским лицам не полагалось ходить в плаще ибо это было прерогативой людей военных я сказал что так как на великую обиду и оскорбление которые мне учинил Герардо я движимый превеликим гневом дал ему всего только пощечину то мне кажется что я не заслуживаю такого свирепого нагоняя едва принцеваль дэлла стуфа каковой был в числе восьми дал мне договорить пощечина как он сказал ты ему не пощечину дал а ударил кулаком принцеваль принцевали дэлла стуфа сторонник дома медичи пытавшийся в 1510 году организовать заговор против тогдашнего гонфолоньера пьеро садирини когда позвонили в колокольчик и всех выслали то в мою защиту принцевали сказал товарищам заметьте господа простоту этого бедного юноши который обвиняет себя в том будто дал пощечину думая что это меньший проступок чем удар кулаком потому что за пощечину на новом рынке полагается пеня в 25 скуда а за удар кулаком небольшая а то и вовсе никакой это юноша очень даровитый и содержит свой бедный дом своими весьма изобильными трудами и дай бог чтобы у нашего города таких как он было изобилие подобно тому как в них у него недостаток глава 17 было среди них несколько замотанных куколей которые подвигнутые просьбами и наветами моих противников будучи из этой партии фра Джеруламу хотели бы посадить меня в тюрьму и наказать меня поверх головы всему этому делу добрый принцевали помог некоторые из членов совета восьми носили остроконечные капюшоны отличительная деталь одежды сторонников фра Джеруламу Савонаролы 1452-1498 проповедника доминиканца фанатика и обличителя именно эти Савонаролцы были настроены к Бенвенута враждебно и так они мне устроили небольшую пеню в четыре меры муки каковые должны были быть пожертвованы в пользу монастыря заточниц как только нас позвали обратно он велел мне чтобы я не говорил ни слова под страхом их немилости и чтобы я подчинился тому к чему я приговорен и вот учинив мне здоровый разнос они послали нас к секретарю я же Бурча все время говорил это была пощечина а не кулак так что совет продолжал смеяться секретарь от имени суда велел нам обоим представить друг другу поручительство и только меня одного приговорили к этим четырем мерам муки хоть мне казалось что меня зарезали я тем не менее послал за одним своим родственником какового звали маэстро Аннибале хирург отец мессер Либродоро Либродоре желая чтобы он за меня поручился сказанный не захотел прийти рассердившись на такое дело распаляясь я стал как аспид и принял отчаянное решение здесь познается как звезды не только направляют нас но и принуждают когда я подумал о том сколь многим этот Аннибале обязан моему дому меня обуял такой гнев что готовый на все дурное и будучи и по природе немного вспыльчив я стал ждать чтобы сказанный совет восьми ушел обедать и оставшись там один видя что никто из челяди совета за мной не смотрит воспламененный гневом выйдя из дворца я побежал к себе в мастерскую и отыскав там кинжальчик бросился в дом к своим противникам которые были у себя дома и в лавке я застал их за столом и этот молодой Герардо который был причиной ссоры набросился на меня я ударил его кинжалом в грудь так что камзол колет вплоть до рубашки проткнул ему насквозь не задев ему тело и не причинив ни малейшего вреда решив потому как входит рука и трещит одежда что я натворил превеликую беду и так как он от страха упал на земь я сказал о предатели сегодня тот день когда я вас всех убью отец мать и сестры думая что это судный день тотчас же бросившись на колени громким голосом как из бочек взывали о пощаде и видя что они никак против меня не защищаются а этот растянут на земле как мертвец мне показалось слишком недостойным делом их трогать и я в ярости сбежал с лестницы и очутившись на улице застал всех остальных родичей каковых было больше дюжины у кого была железная лопата у кого толстая железная труба у иных молотки наковальни у иных палки налетев на них как бешеный бык я четверых или пятерых сбил с ног и вместе с ними упал все время замахиваясь кинжалом то на одного то на другого те кто остался стоять усердствовали как могли колотя меня в две руки молотками палками и наковальнями и так как господь иной раз милосердно вступается то он сделал так что ни они мне ни я им не причинили ни малейшего вреда там осталась только моя шапка каково и овладев мои противники которые далеко было от нее разбежались каждый из них пронзил ее своим оружием когда затем они стали искать промеж себя раненых и убитых то не было никого кто бы пострадал глава восемнадцатая я Я пошел к Санта-Мария-Новелла, и сразу же, натолкнувшись на брата Алессо Строцци, с каковым я не был знаком, я этого доброго брата именем Божьим попросил, чтобы он спас мне жизнь, потому что я учинил великое преступление. Я пошел к Санта-Мария-Новелла, то есть к церкви Санта-Мария, одной из самых чтимых и знаменитых церквей Флоренции. Добрый брат сказал мне, чтобы я ничего не боялся, потому что, какое бы зло я ни учинил, в этой его келийке я вполне безопасен. Приблизительно через час Совет Восьми, собравшись в чрезвычайном порядке, вынес против меня один из ужаснейших приговоров, которые когда-либо были слыханы. Под угрозой величайших кар всякому, кто меня приютит или будет обо мне знать, невзирая ни на место, ни на звание того, кто меня укроет. Мой удрученный и бедный добрый отец, явясь в совет, упал на колени, прося помилования бедному молодому сыну. Тогда один из этих бешеных, потрясая гребнем замотанного куколя, встал с места и с некоими оскорбительными словами сказал бедному моему отцу, — Убирайся отсюда, и сейчас же выйди вон, потому что завтра мы его отправим на дачу с копейщиками. Мой бедный отец, однако же, смело ответил, говоря им, — То, что Бог судит, то вы и сделаете, и не больше. На что этот же самый ответил, что Бог наверняка так и судил. А мой отец ему сказал, — Я утешаюсь тем, что наверняка вы этого не знаете. И, выйдя от них, пришел ко мне вместе с некоим юношей моих лет, которого звали Пьеро, сын Джованни Ланди. Мы любили друг друга больше, чем если бы были братьями. У этого юноши была под накидкой чудесная шпага и отличнейшая кольчуга. И когда они пришли ко мне, мой отважный отец рассказал мне, как обстоит дело, и что ему сказали господа совет. Затем он поцеловал меня в лоб и в оба глаза, сердечно меня благословил, говоря так, — Сила Божья тебе да поможет. И, подав мне шпагу и доспех собственными своими руками, помог мне их надеть. Потом сказал, — О, добрый сын мой, с этим в руке ты живи или умри. Пьер Ланди, который тут же присутствовал, плакал, не переставая, и дал мне десять золотых скудо. А я попросил его вырвать мне несколько волосиков с подбородка, которые были первым пушком. Брат Алессо одел меня монахом и дал мне в спутнике послушника. Выйдя из монастыря, выйдя за ворота Прато, я пошел вдоль стен до площади Сан-Галло. И, поднявшись по склону Монтуи, в одном из первых домов я нашел одного, которого звали Грассучо, родной брат Мессер Бенедето да Монтеварки. Я тотчас же расстригся, и, став опять мужчиной, сев на двух коней, которые там для нас были, мы ночью поехали в Сиену. Бенедетто Варки, поэт, автор истории Флоренции, доброй знакомой Челлини, 1503-1565. Когда я отослал этого Грассучо обратно во Флоренцию, он навестил моего отца и сказал ему, что я благополучно прибыл. Мой отец очень обрадовался, и ему не терпелось встретить опять того же из восьми, который его оскорбил. И, встретив его, он сказал так, — Вы видите, Антонио, что это Бог знал, что станется с моим сыном, а не вы? На что тот ответил, — Пусть только попадется нам еще раз. А мой отец ему век буду благодарить Бога, что он его вызволил. Глава девятнадцатая Будучи в Сиене, я подождал Нарочного в Рим и к нему присоединился. Когда мы переехали Палью, мы встретили гонца, который вез известие о новом папе, каковой был папа Клемент. Прибыв в Рим, я стал работать в мастерской у маэстро Санти, золотых дел мастера. Хотя сам он умер, но мастерскую держал один его сын. Этот не работал, а все дела по мастерской давал делать юноше, которого звали Лука Аньоло да Иези. Этот был из деревни, и еще малым мальчишкой пришел работать к маэстро Санти. Ростом он был мал, но хорошо сложен. Этот юноша работал лучше, чем кто-либо из тех, кого я до той поры видал, с превеликой легкостью и с большим изяществом. Работал он только крупные вещи, то есть отличнейшие вазы и тазы и тому подобное. Начав работать в этой мастерской, я взялся сделать некие подсвечники для епископа Саламанки, испанца. Подсвечники эти были богато отделаны, насколько требуются для такого рода работы. Один ученик Рафаэлло да Урбино по имени Джан Франческо и по прозвищу Фатторе. Это был очень искусный живописец, и так как он был дружен со сказанным епископом, он ввел меня к нему в большую милость. Так что у меня было множество работы от этого епископа, и я зарабатывал очень хорошо. Джан Франческо по прозвищу Фатторе, ученик и помощник Рафаэля. В те времена я ходил рисовать, когда в капеллу Микеланиоло, а когда в дом Агустино Киджи, Сиенце. В каковом доме было много прекраснейших произведений живописи руки превосходнейшего Рафаэлло да Урбино. И бывало это по праздникам, потому что в сказанном доме проживал миссер Джисмондо Киджи, брат сказанного миссера Агустино. Капелла Микеланиоло, то есть в Сикстинскую капеллу. Они очень гордились, когда видели, как юноши вроде меня приходят учиться в их дом. Жена сказанного миссера Джисмондо, видя меня часто в этом своем доме, эта дама была мила, как только можно быть, и необычайно красива, подойдя однажды ко мне, посмотрев мои рисунки, Спросила меня, воятель я или живописец? Агустино Киджи — богатейший банкир из Сиены, известнейший меценат. В римском дворце Киджи, ныне вилла Форнезина, находятся росписи Рафаэля «Триумф Галатеи» и «Амур и Психея». Каковой даме я сказал, что я золотых дел мастер. Она сказала, что я слишком хорошо рисую для золотых дел мастера. И, велев одной своей горничной принести лилию из красивейших алмазов, оправленных в золото, показав их мне, пожелала, чтобы я их ей оценил. Я их оценил в восемьсот скуда. Тогда она сказала, что я очень верно их оценил. Затем она меня спросила, возьмусь ли я хорошо их оправить. Я сказал, что очень охотно, и в ее присутствии сделал небольшой рисунок. И сделал его тем лучше, что находил удовольствие беседовать с этой такой красивой и приветливой благородной дамой. Когда я кончил рисунок, подошла другая весьма красивая благородная римская дама, которая была наверху и, спустившись вниз, спросила у сказанной Мадонны Порции, что она тут делает. Та, улыбаясь, сказала, Я любуюсь на то, как рисует этот достойный молодой человек, который и мил, и красив. Я же, набравшись чуточку смелости, хоть и смешанный с чуточкой застенчивости, покраснел и сказал, Каков бы я ни был, я всегда, Мадонна, буду всецело готов вам служить. Благородная дама тоже, слегка покраснев, сказала, Ты и сам знаешь, что мне хочется, чтобы ты мне служил. И, передавая мне лилию, сказала, чтобы я взял ее с собой. И, кроме того, дала мне двадцать золотых скуда, которые были у нее в кошельке, И сказала, оправь мне ее так, как ты мне нарисовал, И сохрани мне это старое золото, в которое она оправлена сейчас. Благородная римская дама тогда сказала, Будь я на месте этого юноши, я бы ушла себе с Богом. Мадонна Порция добавила, что таланты редко уживаются с пороками, И что, если бы я это сделал, я бы сильно обманул ту славную внешность честного человека, Какую я показываю. И, повернувшись, взяв за руку благородную римскую даму, С приветливейшей улыбкой сказала мне, До свидания, бенвенута. Я еще посидел немного над рисунком, Который делал, копируя некую фигуру Юпитера, Руки, сказанного Рафаэлло да Урбино. Когда я ее кончил, уйдя, я принялся делать маленькую восковую модельку, Показывая ею, какой должна потом выйти самая работа. Когда я понес ее показывать сказанной Мадонне Порции, И тут же присутствовала та самая благородная римская дама, О которой я сказал раньше, То обе они, Премного удовлетворенные моими трудами, Учинили мне такую похвалу, Что, движимой чуточкой гордости, Я им обещал, Что самая вещь Будет еще вдвое лучше, чем модель. И вот я принялся, И в двенадцать дней Закончил сказанную вещицу В форме лилии, Как я сказал выше, Украшенную Машкерками, Младенцами, Животными И отлично Помуравленную Так что алмазы, Из которых была лилия, Стали по меньшей мере Вдвое лучше. Глава двадцатая Пока я работал над этой вещью, Этот искусник Луканьоло, О котором я говорил выше, Выказывал великое этим недовольство, Много раз повторяя мне, Что мне будет гораздо больше пользы и чести, Если я буду помогать ему Работать большие серебряные вазы, Как я было начал. На что я сказал, Что я всегда смогу, Когда захочу, Работать большие серебряные вазы, А что такие работы, Как та, что я делаю, Случается делать не каждый день. И что от таких вот работ Не меньше чести, Чем от больших серебряных ваз, А пользы и гораздо больше. Этот Луканьоло поднял меня на смех, Говоря, Вот увидишь, Бенвенута, К тому времени, Когда ты кончишь эту работу, Я потороплюсь кончить эту вазу, Которую я начал, Когда и ты свою вещицу. И тебе на опыте станет ясно, Какую пользу я извлеку из своей вазы, И какую ты извлечешь из своей вещицы. На что я ответил, Что охотно буду рад учинить С таким искусником, Как он, Такое испытание, Потому что при конце этих работ Будет видно, Кто из нас ошибался. Так каждый из нас, Немножко с презрительным смешком, Свирепо нагнув голову, Желая и тот, и другой Привести к концу начатые работы, Так что дней приблизительно через десять Каждый из нас С великим тщанием и искусством Закончил свою работу. Работа Луканьоло, Сказанного, Была огромная ваза, Каковая подавалась к столу Папы Климента, Куда он бросал, Когда бывал за трапезой, Косточки от мяса И шелуху от разных плодов. Вещь скорее роскошная, Чем необходимая. Была эта ваза украшена Двумя красивыми ручками, И множеством мошкер, Больших и малых, И множеством красивейших листьев, Такой прелести и изящества, Какие только можно себе представить. И я ему сказал, Что это самая красивая ваза, Которую я когда-либо видел. На это Луканьоло, Думая, что я убедился, Сказал, Не хуже кажется и мне твоя работа, Но скоро мы увидим разницу Между той и другой. И вот, взяв свою вазу, Отнеся ее к папе, Тот остался чрезвычайно доволен И тут же велел ему заплатить, Сколько полагается За такие крупные изделия. Тем временем я снес свою работу К сказанной благородной даме Мадонне порции, Какова я весьма девясь, Сказала мне, Что я далеко превзошел Данные ей обещания, И потом добавила, Говоря мне, Чтобы я потребовал За свои труды Все, что мне угодно, Потому что она считает, Что я заслужил столько, Что если бы она Подарила мне замок, То и то она бы считала, Что едва ли меня удовлетворила. Но так как этого Она сделать не может, То она сказала, смеясь, Чтобы я потребовал того, Что она может сделать, На что я ей сказал, Что величайшая награда, Желаемая за мои труды, Это угодить ее милости. И точно так же, Смеясь, откланившись ей, Я пошел, Говоря, что не желаю Иной награды, чем это. Тогда Мадонна Порция, Сказанная, Обернулась к этой Благородной римской даме И сказала, Вы видите, Что эти таланты, Которые мы в нем угадали, Сопровождаются вот чем, А не пороками. И та, и другая Были восхищены, И Мадонна Порция сказала, Мой бенвенуту, Слышал ли ты когда-нибудь, Что когда бедные Дает богатому, То дьявол смеется. На что я сказал, Ему так невесело, Что на этот раз Мне хочется, Чтобы он посмеялся. И когда я уходил, Она сказала, Что на этот раз Она не хочет Оказать ему такую милость. Когда я вернулся в мастерскую, У Луканьолу Были в свертке Деньги, полученные за вазу. И когда я вошел, Он сказал, Дай-ка сюда для сравнения Плату за твою вещицу Рядом с платой за мою вазу. На что я сказал, Чтобы он сохранил ее В таком виде До следующего дня. Потому что я надеюсь, Что как моя работа В своем роде Не хуже, Чем его, Так я жду, Что такую же покажу Ему И плату за нее. Глава двадцать первая Когда настал следующий день, Мадонна Порция, Прислав ко мне в мастерскую Одного своего домоправителя, Он меня вызвал наружу И дав мне в руки сверток Полный денег От имени этой сеньоры, Сказал мне, Что она не хочет, Чтобы дьявол Слишком уж над ней Смеялся. Выражая, Что то, Что она мне посылает, Не есть полная плата, Которой заслуживают Мои труды, Со множеством других Учтивых слов, Достойных такой сеньоры. Луканьола, Которому не терпелось Сравнить свой сверток С моим, Как только я вернулся В мастерскую В присутствии Дюжины работников И других соседей, Явившихся сюда же, Которым хотелось Увидеть конец Такого спора, Луканьола взял Свой сверток, С издевкой Посмеиваясь, Сказал Ух, Ух, Три или четыре раза И высыпал деньги На прилавок С великим шумом. Каковых было Двадцать пять Скудо В Джулио, И он думал, Что моих будет Четыре или пять Скудо Монетой. Двадцать пять Скудо в Джулио, То есть двести пятьдесят Серебряных Джулио, Один Скудо Десять Джулио. Я же, Оглушенный Его криками, Взглядами И смехом Окружающих, Заглянув Эткмалость В свой Сверток, Увидав, Что там Все золото, У края Прилавка, Потупив Глаза, Без малейшего Шума Обеими Руками Сильно Кверху Поднял Мой Сверток, Каковой И Опорожнил, Вроде Как Мельничный Насоп. Моих Денег Было Вдвое Больше, Чем Его, Так что Все эти Глаза, Которые Было Уставились На меня С некоторой Усмешкой, Тотчас же Повернулись К нему И Сказали Луканьоло, Эти деньги Бенвенута, Которые Золотые И которых Вдвое Больше Имеют Гораздо Лучший Вид, Чем Твои. Я Был Уверен, Что от Зависти Вместе Со Стыдом, Который Понес Этот Луканьоло, Он Тотчас же Рухнет Мертвым. И Хотя Из этих Моих Денег Ему Причиталась Третья Часть, Потому Что Я Был Работник, Ибо Таков Обычай, Две Трети Достаются Работнику, А остальная Треть Хозяевам Мастерской, Лютая Зависть Превозмогла В нем Жадность, Каковая Должна Была Произвести Как раз Обратная, Потому Что Этот Луканьоло Родился От мужика Из Иези. Он Проклял Своё Искусство И тех, Кто его Научил Ему, Говоря, Что Отныне Впредь Не желает Больше Выделывать Этих Крупных Вещей, А желает Заняться Выделкой Только Такой Вот Мелкой Дряне, Раз Она Так Хорошо Оплачивается. Не Менее Возмущенный Я Сказал, Что Всякая Птица Поёт На Свой Лад, Что Он Говорит Сообразно Пещерам, Откуда Он Вышел, Но Что Я Ему Заявляю, Что Отлично Справлюсь С Выделкой Его Хлама, А что Он Никогда Не Справится С Выделкой Такого Вот Рода Дряни. И, Уходя Во Гневе, Сказал Ему, Что Скоро Он Это Увидит. Те, Кто При Этом Присутствовал, Вслух Его Осудили, Отнесясь К Нему Как К Мужику, Как Им Он И Был, А Ко Мне, Как К Мужчине, Как Я Это Выказал. Глава 22 На Следующий День Я Пошел Поблагодарить Мадонну Порцию И Сказал Ей, Что Ее Милость Поступила Наоборот Тому, Что Говорила, Что Я Хотел, Чтобы Дьявол Посмеялся, А Она Его Заставила Снова Отречься От Бога. Мы Оба Весело Посмеялись, И Она Мне Заказала Еще Несколько Красивых И Хороших Работ. Тем Временем Я Домогался Через Посредство Одного Ученика Рафаэлло Да Урбино, Живописца, Чтобы Епископ Саламанка Заказал Мне Большую Вазу Для Воды, Так Называемую Аккуеретча, Которые Служат Для Буфетов И Ставятся На Них Для Украшения. И Сказанный Епископ, Желая Сделать Их Две Одинаковой Величины, Одну Из Них Заказал Сказанному Луканьолу, А Другую Должен Был Сделать Я. А Что До Отделки Сказанных Вас, То Рисунок Их Нам Дал Сказанный Джоан Франческо, Живописец. И Так Я С Удивительной Охотой Принялся За Сказанную Вазу И Мне Отвел Кусочек Мастерской Некий Миланец, Которого Звали Маэстро Джоан Пьеро Делла Такка. Наведя У себя Порядок, Я Подсчитал Деньги, Которые Могли Мне Понадобиться Для Кое-каких Моих Дел, А Все Остальное Отослал В помощь Моему Бедному Доброму Отцу Каковой Как раз Когда ему Их Уплачивали Во Флоренции Столкнулся Случайно С одним Из этих Бешеных Что были Из Совета Восьми В ту пору Когда я Произвел Этот маленький Беспорядок И который Понося его Сказал ему Что отправит Меня на дачу С копейщиками Во что бы то ни стало А так Как у этого Бешеного Были Некие Дурные Сынки То Мой Отец Кстати Сказал С каждым Могут Случиться Несчастья Особенно С людьми Вспыльчивыми Когда Они Правы Как Случилось С моим Сыном Но Посмотрите По всей Остальной Его Жизни Как Я сумел Его Добродетельно Воспитать Дай Бог В услужении Вам Чтоб Ваши Сыновья Поступали С вами Не хуже И не лучше Чем поступают Мои со мной Потому что Как Бог Создал Меня Таким Что Я сумел Их Воспитать Так Там Где Мои силы Не могли И досягнуть Он Сам Мне Его Избавил Вопреки Вашим Чаяниям От Ваших Свирепых Рук И Расставшись С ним Про Все Это Происшествие Он Мне Написал Упрашивая Меня Ради Создателя Чтобы Я Играл Иной Раз Дабы Я Не Терял Этого Прекрасного Искусства Которому Он С такими Трудами Меня Обучил Письмо Было Полно Самых Ласковых Отеческих Слов Какие Только Можно Услышать Так Что Они Вызвали У меня Нежные Слезы Желая Прежде Чем Он Умрет Убложить Его В изрядной Доли По части Музыки Ибо Господь Ниспосылает Нам Всякую Дозволенную Глава Двадцать Третья Пока Я Усерствовал Над Красивой Вазой Соломанки И В помощь У меня Был Только Один Мальчонок Которого Я По Превеликим Просьбам Друзей Почти Что Против Воли Взял К Себе В Ученики Мальчику Этому Было Отроду Лет Четырнадцать Звали Его Паулино И Был Он Сыном Одного Римского Гражданина Каковой Жил Своими Доходами Был Этот Паулино Самый Благовоспитанный Самый Милый И Самый Красивый Ребенок Которого Я Когда-либо В жизни Видел Из-за Его Милые Поступки И Обычай Из-за Его Бесконечную Красоту Из-за Великую Любовь Которую Он Ко Мне Питал Случилось Что По Этим Причинам Я Возымел К Вместиться В груди У Человека Эта Страстная Любовь Была Причиной Тому Что Дабы Видеть Как Можно Чаще Просветленным Это Чудесное Лицо Которое По Природе Своей Бывало Скромным И Печальным Но Когда Я Брался За Свой Корнет На Нем Вдруг Появлялась Такая Милая И Такая Прекрасная Улыбка Что Я Нисколько Не Удивляюсь С тем Баснем Которые Пишут Греки Про Небесных Богов Если Бы Этот Жил В те Времена Они Пожалуй Еще И Не Так Соскакивали Бы С Петель Была У Этого Паулино Сестра По Имени Фаустина И Я Думаю Что Никогда Фаустина Не Была Так Красива Про Которую Древние Книги Столько Болтают Место Это Следует Понимать Так Никогда Фаустина Прославленная Своей Красотой Жена Императора Марка Аврелия Не Могла Бы Сравниться Красотой С Фаустиной Сестрой Паулино Когда Он Иной Раз Проводил Меня На Свой Виноградник И Насколько Я Мог Судить Мне Казалось Что Этот Почтенный Человек Отец Сказанного Паулино Не Прочь Сделать Меня Своим Зятем По Этой Причине Я Играл Много Больше Нежели То Делал Прежде Случилось В это Время Что Некий Джан Якомо Флейчик Из Чезены Который Жил У Папы Весьма Удивительный Игрец Дал Мне Знать Через Лоренцо Лукского Трубача Каково И Теперь На Службе У Нашего Герцога Не Желаю Ли Я Помочь Им На Папском Феррагосто Сыграть Сопрано На Моем Корнете В этот День Несколько Мутетов Которые Были Выбраны Красивейшие На Службе У Нашего Герцога То Есть У Козимо Медичи 1519 1574 Сына Джованни Делле Банденере На Папском Феррагосто Традиционный Ежегодный Праздник Лета В Папском Риме 1 Августа Несколько Мутетов Заранее Отрепетированные И Заученные Музыкальные Композиции Хоть у меня И было Превеликое Желание Окончить Эту Мою Начатую Красивую Вазу Но Так Как Музыка Вещь Сама По Себе Чудесная И Чтобы Отчасти Удовольствовать Старика Отца Я Согласился Составить Им Компанию И За Неделю До Феррагосто Ежедневно По Два Часа Мы Играли Сообща Так Что В день Августа Явились В Бельведере И Пока Папа Клемент Обедал Играли Эти Разученные Мутеты Так Что Папе Пришлось Сказать Что Он Никогда Еще Не Слышал Чтобы Музыка Звучала Более Сладостно И Согласно Подозвав К себе Этого Джан Якуму Он Спросил Его Откуда И Каким Образом Он Раздобыл Такой Хороший Корнет Для Сопрано И Подробно Расспросил Его Кто Я Такой Сказанный Джан Якуму В точности Сказал Ему Мое Имя На Это Папа Сказал Так Это Сын Маэстро Джованни Тот Сказал Что Это Я И Есть Папа Сказал Что Хочет Меня К себе На Службу Среди Прочих Музыкантов Джан Якуму Ответил Всеблаженный Отче За Это Я Вам Не Поручусь Что Вы Его Залучите Потому Что Его Художество Которым Он Постоянно Занят Это Золотых Дел Мастерство И В нем Он Работает Изумительно И Извлекает Из него Много Лучшую Прибыль Чем Мог Б Извлечь Играя На Это Папа Сказал Тем Более Я Его Хочу Раз У Него Еще И Такой Талант Которого Я Не Ожидал Вели Ему Устроить То Жалование Что И Вам Всем И От Моего Имени Скажи Ему Чтобы Он Мне Служил И Что Я И За Дня В День Так же И По Другому Его Художеству Широко Буду И Сказал Подели Их Так Чтобы И Он Получил Свою Долю Сто Золотых Камеральных Скуда То Есть Сто Золотых Скуда Из Папской Казны Сказанный Джан Якуму Отойдя От Папы Подошедший К нам Сказал В точности Все Что Папа Ему Сказал И Поделив Деньги Между Восемью Товарищами Сколько Нас Было Дав Сказал Мне Я Велю Тебя Записать В число Наших Товарищей На Что Я Сказал Сегодня Обождите А Завтра Я Вам Отвечу Расставшись С ними Я Стал Раздумывать Надо ли Мне Соглашаться На Такое Дело Принимая Во Внимание Насколько Оно Должно Мне Повредить Отвлекая Меня От Прекрасных Занятий Моим Искусством На Следующую Ночь Мне Явился Во сне Мой Отец И С Сердечнейшими Слезами Упрашивал Меня Чтобы Ради Любви К Создателю И К Нему Я Согласился Взяться За Это Самое Предприятие На Что Я Ему Будто Бы Отвечал Что Ни В Каком Случа Не Желаю Этого Делать Вдруг Мне Показалось Что Он В Ужасном Обличии Меня Устрашает И Говорит Тебя Постигнет Отцовское Проклятие А Если Сделаешь То Будь Благословен От Меня Навеки Проснувшись Я От Страха Побежал Записываться Затем Написал Об Этому Моему Старику Отцу С Каковым От Чрезмерной Радости Случился Припадок Каковой Чуть Не Привел Его К Смерти И Тотчас же Он Мне Написал Что И Ему Приснилось Глава 24 Мне Оказалось Что Так Как Я Исполнил Почтенные Желания Моего Доброго Отца То Всякое Дело Должно Мне Удаваться К Чести И Славе И Вот Я С Привеликим Рвением Принялся Заканчивать Вазу Которую Начал Для Соломанки Этот Епископ Был Весьма Удивительный Человек Богатейший Но Угодить Ему Было Трудно Он Каждый День Присылал Взглянуть Что Я Делаю И Всякий Раз Когда Его Посланный Меня Не Заставал Сказанный Соломанка Приходил В Величайшую Ярость Говоря Что Отнимет У меня Сказанную Работу И Даст Ее Кончать Другим Причиной Тому Была Служба Этой Проклятой Музыки Однако же Я С Привеликим Рвением Принялся Днем И Ночью Так Что Приведя Ее В Такой Вид Что Ее Можно Было Показать Я Сказанному Епископу Дал На Нее Взглянуть Какового Одолело Такое Желание Увидеть Ее Законченной Что Я Раскаялся Что Показал Ее Ему Через Три Месяца Я Закончил Сказанную Работу С Такими Красивыми Зверьками Листьями И Машкерами Какие Только Можно Вообразить Я Тотчас же Послал Ее С Этим Моим Паулино Учеником Показать Этому Искуснику Луканьоло Сказанному Выше Каковой Паулино С Этой С С Бесконечной Прелестью И Красотой Сказал Так Мессер Луканьоло Бенвенута Говорит Что Посылает Вам Показать Своё Обещание И Ваш Хлам Ожидая Увидеть От Вас Свою Дрянь Когда Тот Сказал Эти Слова Луканьоло Взял В руки Вазу И Долго Ее Осматривал Затем Сказал Паулино Красивый Мальчик Скажи Своему Хозяину Что Он Великий Искусник И Что Я Его Прошу Считать Меня Своим Другом А В остальное Не Входить Привесело Передал Мне Это Извещение Этот Милый И Чудесный Мальчуган Сказан Сказан Мальчуган Показывал Мальчуган 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 Так Мальчуган Я Мальчуган 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 Какая У меня Вышла С этим Епископом Затем Он Обратился К одному Из своих Приближенных И Велел Ему Чтобы Он Постоян Давал Мне Работу Для Дворца Сказанный Кардинал Чибо Послал За мной И После Многих Приятных Разговоров Заказал Мне Большую Вазу Больше Той Что Была У Соломан Также Кардинал Корнаро И Многие Другие Из этих Кардиналов Особенно Ридольфи И Сальвиати Ото Всех У меня Были Заказы Так Что Я Зарабатывал Очень Хорошо Кардинал Чибо И Далее Перечисляются Еще Кардиналы Корнаро Ридольфи И Сальвиати Меценатствующие Иерархи Церкви В Папство Льва Десятого Все Они Имели Большой Вес В Папской Курье Трое Из них Чибо Ридольфи И Сальвиати Доводились Льву Десятому Племянниками Мадонна Порция Вышесказанная Сказала Мне Что Я Должен Открыть Мастерскую Которая Была Бы Совсем Моей И Я Так И Сделал И Не Переставал Работать На Эту Достойную Благородную Даму Каковая Мне Давала Превеликий Заработок И я Пожалуй Благодаря Именно Ей Показал Свету Что Я Чего Нибудь Достою Я Завел Большую Дружбу С Синьором Габриэлло Чезерино Каковой Был Гонфолоньером Рима Для этого Синьора Я Исполнил Много Работ Одну Среди Прочих Примечательную Это Была Большая Золотая Медаль Чтобы Носить На Шляпе На Медали Этой Была Изваяна Леда Со Своим Лебедем Известный Мифологический Сюжет Эта Работа Как и Многие Другие О которых Пишет Челлини До Нас Не Дошла И Будучи Весьма Удовлетворен Моими Трудами Он Сказал Что Велит Ее Оценить Чтобы Заплатить Мне За Нее Справедливую Цену И Так Как Медаль Была Сделана С Большим Умением То Эти Цеховые Оценщики Оценили Ее Много Выше Нежели Он Воображал Так Медаль Осталась У меня В руках И Я Ничего Не Получил За Свои Труды С Этой Медалью Приключился Такой Же Случай Как И С Вазой Соломанки Но Чтобы Эти Дела Не Отнимали У Меня Место Для Рассказа О Делах Большей Важности Я Коснусь Их Вкратце Глава Двадцать Шестая Хоть Я Несколько И Отклоняюсь От Своего Художества Но Так Как Я Желаю Описать Свою Жизнь То Меня Вынуждают Некоторые Эти Самые Дела Не То Чтобы Подробно Их Описывать Но Все Жтаки Сжато О Них Упоминать Однажды Утром В день Нашего Святого Иоанна Я Обедал Со Многими Нашими Соотечественниками Различных Художеств Живописцами Воятелями Золотых Дел Мастерами Среди Прочих Примечательных Людей Там Был один По имени Россо Живописец И Джан Франческо Ученик Рафаэлло До Урбино И многие Другие Джован Батисто Россо Ди Якопо 1494 1540 Как И Челлини Флорентинец Последние Годы Жизни Работал В Париже При дворе Франциско Первого Известен Во Франции Под именем Метро Ру Был заключен В тюрьму И там Покончил Самоубийством И так Как я В это место Их пригласил Запросто То все Смеялись И шутили Как бывает Когда соберется Вместе Много людей Радующихся Столь удивительному Празднику Проходил Случайно Мимо Некий Ветреный Молодой Человек Задира Солдат Сеньора Риэнсо Дочери И на этот Шум Насмехаясь Наговорил Всяких Поносных Слов О Флорентийской Нации Риэнсо Дочери Кондотьер XVI века Поочередно Служивший То Венецианской Республике То Папе То Французскому Королю Я Который Был Предводителем Всех этих Даровитых И почтенных Людей Сочтя Оскорбленным Себя Тихонько Так что Никто Меня Не Видел Этого Самого Настиг Каковой Был С некой Своей Гулящей Девкой И чтобы Смешить Ее Все еще Продолжал Чинить Это Издевательство Подойдя Я Я Его спросил, он ли тот наглец, который дурно отзывается о флорентинцах. Он тотчас же сказал, я тот самый. На каковые слова я поднял руку, ударив его по лицу, и сказал, а я вот этот. Тотчас же схватились за оружие, и тот и другой отважно. Но не успела начаться эта ссора, как многие вмешались, став скорее на мою сторону, чем иначе, и слыша и видя, что я прав. На следующий день, затем, мне был принесен вызов, чтобы драться с ним, каковой я принял весьма весело, говоря, что, по-моему, это дело, с которым можно управиться куда быстрее, чем с делами по этому другому моему художеству. И я тотчас же пошел поговорить с одним стариком по имени Бевелаква, каковой в свое время слыл первой шпагой в Италии, потому что двадцать с чем-то раз дрался на поединке и всякий раз выходил с честью. Этот почтенный человек был большим моим приятелем и познакомился со мной благодаря моему искусству, а также посредничал в некоторых ужасных распорях между мной и другими. Поэтому он тотчас же весело мне сказал, мой бенвенуто, если бы тебе пришлось иметь дело с самим Марсом, я уверен, что ты бы вышел с честью, потому что за все те годы, что я тебя знаю, я ни разу не видел, чтобы ты затеял неправую ссору. И так он взялся за мое дело, и когда мы сошлись на месте с оружием в руках, то я без пролития крови, так как мой противник уступил, с великой честью вышел из этого дела. Не говорю о других случаях, потому что, хоть о них было бы призанятно послушать в этом роде, но я хочу уделить эти слова рассказу о моем искусстве, каковое и есть то, что подвигло меня на это самое описание. А о нем мне и без того придется говорить немало. Хоть и движимой благородной завистью, желая создать еще какое-нибудь произведение, которое настигло бы и еще превзошло произведение сказанного искусника Луканьола, я все же отнюдь не отстранялся от своего прекрасного ювелирного искусства. Таким образом, и то, и другое приносило мне большую пользу и еще большую честь, и в том, и в другом я постоянно делал вещи, не похожие на чужие. Жил в это время в Риме некий искуснейший перуджинец по имени Лаотицо, который работал в одном только художестве и в нем был единственным на свете. Лаотицо Ротелли, золотых дел мастер, современник Челлини Дело в том, что в Риме у каждого кардинала имеется печать, на каковой выбит его титул. Печати эти делаются величиной с руку ребенка лет двенадцати. И, как я сказал выше, на ней вырезается титул кардинала, с каковым соединяются всяческие фигуры. Платят за такую печать хорошие работы поста и поста с лишним скуда. Так же и к этому искуснику я питал благородную зависть, хотя это искусство весьма обособлено от прочих искусств, которые связаны с золотых дел мастерством, потому что этот Лаотицо, занимаясь этим искусством печати, ничего другого делать не умел. Я принялся изучать и это искусство, хоть и находил его чрезвычайно трудным. Никогда не уставая от труда, который оно мне задавало, я беспрерывно старался преуспевать и учиться. Еще был в Риме другой превосходнейший искусник, каковой был миланец и звался мессер Карадоссо. Амброджо Фоппа Год рождения неизвестен, год смерти 1527-й, прозванный Карадоссо, известный в свое время медальер. Некоторые его работы дошли до нашего времени. Этот человек выделывал исключительно чеканные медальки из пластин и многое другое. Он сделал несколько пачи, исполненных полурельефом, и несколько христов, впядень, сделанных из тончайших золотых пластин, так хорошо исполненных, что я считал его величайшим мастером, которого я когда-либо в этом роде видел, и ему я завидовал больше, чем кому-либо другому. Пачи, пластинки с выбитыми на них изображениями святых, при торжественных богослужениях подносились верующим для поцелуя. Были также и другие мастера, которые выделывали медали, резанные из стали, каковы суть образцы и истинное руководство для тех, кто хочет уметь отлично делать монеты. Все эти различные художества я с превеликим усердием принялся изучать. Имеется также прекрасное фенифтяное дело, которое я не видел, чтобы кто-либо другой хорошо исполнял, кроме одного нашего флорентинца по имени Америго, «Какового сам я не знал, но хорошо знал его чудеснейшие изделия, каковых нигде на свете. И ни один человек я не видел, чтобы кто-нибудь хоть отдаленно приближался к такой божественности». Америго Рикки, 1420-1491, флорентийский золотых дел мастер. Челлини говорит о нем в своем трактате об ювелирном искусстве. Также и за это занятие, наитруднейшее по причине огня, который по окончании великих трудов вступает под конец и нередко их портит и ведет к разрушению, также и за это другое художество я взялся изо всех моих сил. И хотя я находил его весьма трудным, мне это доставляло такое удовольствие, что сказанные великие трудности мне казались как бы отдыхом. И это проистекало от особого дара, неспосланного мне Богом природы в виде столь хорошего и соразмерного сложения, что я свободно позволял себе учинять с ним все, что мне приходило на душу. Все эти сказанные художества весьма и очень различны друг от друга. Так что если кто исполняет хорошо одно из них и хочет взяться за другие, то почти никому они не удаются так, как то, которое он исполняет хорошо. Тогда как я изо всех моих сил старался одинаково орудовать во всех этих художествах. И в своем месте я покажу, что я добился того, о чем я говорю. Глава двадцать седьмая В эту пору, а был я тогда еще молодым человеком лет двадцати трех, объявилась моровая язва, столь неописуемая, что в Риме каждый день от нее умирали многие тысячи. Эпидемия чумы, свирепствовавшая в Риме в первой половине 1524 года. Немного устрашенный этим, я начал доставлять себе некоторые развлечения, как мне подсказывала душа, но имевшие и причину, о которой я скажу. Так как по праздникам я охотно ходил смотреть древности, копируя их то в воске, то рисунком, и так как эти сказанные древности сплошь развалины, а в этих сказанных развалинах водится множество голубей, то мне пришла охота применить против них пищаль. И вот, дабы избегать общения устрашенной чумой, я давал своему Поголино на плечо пищаль, и мы с ним вдвоем отправлялись к сказанным древностям, из чего проистекало, что множество раз я возвращался нагруженный прижирными голубями. Я любил заряжать свою пищаль не иначе, как одиночной пулей, так что единственно, благодаря искусству, настреливал много. У меня была гладкая пищаль собственной работы. И внутри, и снаружи ни одного такого зеркала не найти. Собственноручно также изготовлял я и тончайший порох, каковому я нашел наилучшие секреты, какие когда-либо до сего дня кто-либо другой находил. И об этом, чтобы не очень распространяться, я скажу только одно, чему изумится всякий, кто опытен в этом деле. Это то, что при весе моего пороха в одну пятую веса пули, пуля эта у меня на двести шагов попадала в белую точку. Хотя великое удовольствие, которое я извлекал из этой моей пищали, казалось бы, отклоняло меня от моего искусства и от моих занятий, и это правда, но зато оно в другом роде давало мне нечто гораздо большее, чем то, что оно у меня отнимало. Причиной тому было то, что всякий раз, как я отправлялся на эту свою охоту, я премного улучшал свою жизнь, потому что воздух сильно мне способствовал. Хотя я по природе меланхоличен, стоило мне предаться этим развлечениям, как у меня сразу же веселело сердце, и лучше ладилась работа. И гораздо удачнее, чем когда я непрерывно сидел над своими занятиями и упражнениями. Так что в конечном счете мне от пищали было больше прибыли, чем убытку. Благодаря опять-таки моему этому развлечению я завел дружбу с некоими искателями, каковые караулили ломбардских крестьян, которые приходили в известную пору в Рим окапывать виноградники. Эти самые, копая землю, всегда находили старинные медали, агаты, праземы, сердолики, камеи. Находили также и драгоценные камни, как-то изумруды, сапфиры, алмазы и рубины. Праземы — твердый, зеленого цвета камень, пригодный для разных ювелирных поделок. Эти самые искатели от этих самых крестьян получали иной раз эти сказанные вещи за сущие гроши. За каковые иной раз, и очень даже часто, повстречав искателей, я им давал во много раз больше золотых скудо, чем за сколько Джулио они только что купили. Джулио — серебряная монета, введенная в оборот папой Юлием II. Отсюда ее название. Это обстоятельство, помимо большой прибыли, которую я из него извлекал, каковая составляла 10 на 1, а то и больше, делало меня вдобавок желанным почти всем. Скажу при этом только о некоторых примечательных и более редких вещах. Мне попалась в руки, среди многих других, голова дельфина, величиной с крупный избирательный боб. В те времена при голосованиях использовались бобы белого и черного цвета. Среди прочих, помимо того, что эта голова была замечательно красива, природа в ней намного превосходила искусство. Потому что этот изумруд был такого прекрасного цвета, что тот, кто его у меня купил за несколько десятков скудо, отдал его оправить, как обыкновенный камень, который носят на персне. И так оправленный он его продал за несколько сотен. И другого рода камень — это была голова из прекраснейшего топаза, который когда-либо виден был на свете. Здесь искусство сравнялось с природой. Он был величиной с крупный орешек, и голова была так хорошо сделана, как только можно вообразить. Сделана она была под Минерву. И еще камень иной, чем эти. Это была камея. На ней был вырезан геркулес, который вяжет трехзевого цербера. Этот был такой красоты и так великолепно сделан, что нашему великому Микеланьоло пришлось сказать, что он никогда не видел ничего изумительнее. Также и среди многих бронзовых медалей мне попалась одна, на которой была голова Юпитера. Эта медаль была больше всех, которые я когда-либо видал. Голова была так хорошо сделана, что никогда еще не было вида на такой медали. У нее был прекраснейший оборот с несколькими фигурками, подобно ей же хорошо сделанными. Я бы мог об этом сказать еще весьма многое, но не хочу распространяться, чтобы не быть слишком длинным. Глава двадцать восьмая Как я выше сказал, в Риме началась чума. Хоть я и хочу вернуться немного вспять, я все же не отступлю от своего предмета. Приехал в Рим превеликий хирург, какового звали маэстро Якомо Дакарпи. Джакомо Беренгарио Дакарпи, известный в ту пору медик, профессор университета в Болонье, славившегося своей медицинской школой. Этот искусный человек среди прочих своих врачеваний брался за некие безнадежные случаи французских болезней. А так как в Риме эти болезни весьма дружат с духовенством, особенно с более богатым, то, став известен, этот искусный человек при помощи некоих курений являл, что чудодейственно лечит эти самые недуги, но требовал заключить условия, прежде чем начать лечить. А условия эти были в сотнях, а не в десятках. То есть в сотнях золотых скудо. Этот искусный человек знал большой толк в рисунке. Проходя как-то случайно мимо моей лавки, он увидел ненароком кое-какие рисунки, которые у меня там лежали, среди каковых было несколько затейливых вазочек, которые я нарисовал для собственного удовольствия. Эти самые вазы были весьма различны и не похожи на все те, какие до той поры были когда-либо виданы. Сказанному маэстро Якому захотелось, чтобы я ему сделал такие из серебра. Каковые я и сделал, чрезвычайно охотно, потому что они были по моей прихоти. Хотя сказанный искусный человек очень хорошо мне за них заплатил, «Во сто раз больше была честь, которую они мне принесли, потому что в цехе у этих искусников золотых дел мастеров говорили, что никогда не видели ничего более красивого и лучше исполненного. Едва я их ему вручил, как этот человек показал их папе, а на следующий день уехал себе с Богом. Был он весьма учен, удивительно говорил о медицине. Папа хотел, чтобы он остался у него на службе, а этот человек сказал, что не желает быть на службе ни у кого на свете, и что если он кому нужен, тот может ехать за ним следом. Это была личность очень хитрая, и он умно сделал, что уехал из Рима, потому что несколько месяцев спустя все те, кого он лечил, почувствовали себя так плохо, что им стало в сто раз хуже, чем раньше. Его бы убили, если бы он остался. Он показывал мои вазочки многим сеньорам, среди прочих, светлейшему герцогу Феррарскому, и говорил, что он их получил от некоего римского вельможи, сказав ему, что если тот желает быть вылеченным от своей болезни, то он желает эти две вазочки, и что этот вельможа ему сказал, что они античные, и чтобы он сделал милость попросить у него любую другую вещь, и ему не покажется тяжело ее отдать, лишь бы эти он ему оставил. Он говорил, будто сделал вид, что не желает его лечить, и поэтому получил их. Светлейшему герцогу Феррарскому Альфонсо I д'Este 1476-1534 подобно многим властителям той эпохи меценатствовал. Среди тех, кому он покровительствовал, был Лодовико Ариосто. Мне это рассказал миссер Альберто Бендедио в Феррари, и с великой торжественностью показал мне их глиняные слепки. На что я рассмеялся. И так как я молчал, то миссер Альберто Бендедио, который был человек гордый, рассердившись, мне сказал, «А, ты смеешься? А я тебе скажу, что за тысячу лет по сей день не рождалось человека, который сумел бы их хотя бы только скопировать». Альберто Бендедио, феррарский дворянин, о котором Челлини говорит дальше более подробно. И я, чтобы не лишать их такой славы, молчал и восхищенно ими любовался. Мне говорили в Риме многие сеньоры об этой работе, что они считают ее чудесной и античной. Некоторые из них — мои друзья. И я, возгордясь от такого дела, сознался, что сделал их я. Они не хотели верить, и я, желая остаться перед ними правдивым, должен был представить доказательства и сделать новые рисунки. А то так было недостаточно, потому что старые рисунки, сказанные маэстро Якомо, хитро пожелал увезти с собой. На этом маленьком дельце я много приобрел. Глава двадцать девятая Чума продолжалась еще много месяцев, но я от нее отбивался, так что много товарищей у меня померло, а я остался здрав и невредим. Случилось раз как-то вечером, что один мой союзный приятель привел домой к ужину некую балонскую блудницу, которую звали Фаустина. Эта женщина была очень красива, но ей было лет тридцать, и была с ней служаночка лет тринадцати-четырнадцати. Так как эта Фаустина принадлежала моему другу, то я бы за все золото мира не стал ее трогать. Хоть она и говорила, что сильно в меня влюблена, я неизменно соблюдал верность моему другу. Но когда они пошли спать, я похитил эту служаночку, которая была совсем новенькая, так что горе ей, если бы ее госпожа это узнала. Таким образом, я приятно провел эту ночь с гораздо большим моим удовольствием, чем сделал бы это с госпожой Фаустиной. Когда подошло время обедать, и я, усталый, словно прошагал много миль, захотел принять пищу, у меня вдруг началась сильная головная боль. Со множеством прыщей по левой руке, и на левой кисти с наружной стороны вскочил нарыв. Все в доме перепугались, и приятель мой, и большая корова, и маленькая все удрали, так что, оставшись один с бедняжкой учеником, каковой не захотел меня покинуть, я чувствовал, что у меня задыхается сердце, и знал, наверное, что я мертв. В это время проходил по улице отец этого моего ученика, каковой был врачом кардинала Якуаччи, и жил у него на жаловании. И ученик этот сказал отцу, «Зайдите, отец, посмотреть бенвенута, которому не здоровится немного, и он лежит». Не задумываясь над тем, что это может быть за нездоровье, он тотчас же зашел ко мне и, пощупав мне пульс, увидел и понял то, чего бы он не желал. Тотчас же, обернувшись к сыну, он сказал ему, «О, сын предатель, ты меня разорил. Как я теперь могу явиться к кардиналу?» На что сын сказал, «Куда больше отец стоит этот мой учитель, чем сколько есть кардиналов в Риме?» Тогда врач ко мне обернулся и сказал, «Раз уж я здесь, я хочу тебя лечить, но только предупреждаю тебя об одном, что если ты имел соитие, ты не жилец». На что я сказал, «Я имел его нынче ночью?» Врач на это сказал, «С каким созданием? И сколько?» Я ему сказал, «Этой ночью с примолоденькой девочкой». Тогда, поняв, что он употребил глупые слова, он тут же мне сказал, «Так как они настолько свежие, что еще не смердят, и так как помощь поспела вовремя, то ты не так уж пугайся, потому что я надеюсь во всяком случае тебя вылечить». Когда он полечил меня и ушел, тотчас же явился один мой дражайший друг по имени Джованни Риголье, каковой, огорчаясь и моей великой болезнью, и тем, что меня покинул так одного мой товарищ, сказал, «Будь покоен, мой Бенвенута, я от тебя не отлучусь, пока не увижу, что ты поправился». Джованни Риголье, флорентийский приятель, приговоренный вместе с Бенвенута в 1523 году с советом восьми к денежному штрафу. Я сказал этому другу, чтобы он ко мне не подходил, потому что я кончен. Я только попросил его, чтобы он согласился взять некоторое изрядное количество скуда, которые лежали в ларчике тут же рядом с моей кроватью, и чтобы, раз уж Господь взял меня от мира, он послал их отдать моему бедному отцу, написав ему ласково, как я сам это делал, насколько позволял обиход этого бешеного времени. Мой дорогой друг мне сказал, что он ни в коем случае не хочет со мной расстаться. И что бы ни случилось, и в том, и в другом случае, он отлично знает, что надлежит сделать для друга. Итак, мы двинулись вперед с Божьей помощью. А так как от удивительных лекарств я начал испытывать превеликое улучшение, то в скорости я благополучно вышел из этой превеликой немощи. Еще с открытой язвой внутри корпия, а снаружи пластырь, я отправился верхом на дикой лошадке, которая у меня была. Шерсть у нее была длиной в четыре с лишним пальца. Ростом она была, совсем как крупный медвежонок, и в самом деле казалась медведем. На ней я отправился к живописцу Россо, каковой жил за Римом, в сторону Чевитовеккио, в одном местечке графа Дель Ангвилара, называемом Черветера. И, отыскав своего Россо, каковой чрезвычайно обрадовался, я ему поэтому сказал, — Я приехал делать с вами то же самое, что вы делали со мной столько-то месяцев тому назад. Черветера — местечко возле озера Брачано. Он тут же расхохотался, и, обняв меня и расцеловав, потом сказал мне, чтобы я ради графа помалкивал. Так, счастливо и весело, с хорошими винами и отличным столом, обласканный сказанным графом, я около месяца там прожил, и каждый день один единешенник ездил на берег моря и там спешивался, нагружаясь разнообразнейшими камешками, раковинами и ракушками, редкостными и прекрасными. Последний день, потому что потом я туда больше не ездил, на меня напало множество людей, каковые, перередившись, сошли с мавританской фусты, небольшая тридцати шести или сорока четырехвесельная галера. И когда они уже думали, что как бы загнали меня в некое ущелье, каковое казалось невозможным, чтобы я ушел из их рук, я вдруг вскочил на свою лошадку, решившись на опасный шаг. Или тут же спечься, или свариться, потому что видел мало надежды избежать одного из этих двух способов, и Божьей волей лошадка, та самая, о которой я сказал выше, скакнула так, что невозможно поверить, так что я, спасшись, возблагодарил Бога. Я сказал графу, тот поднял тревогу, фусты виднелись в море. На другой затем день, здоровый и веселый, я вернулся в Рим. Глава тридцатая Чума почти уже кончилась, так что те, кто остался в живых, с великим весельем ласкали друг друга. Из этого родилось Содружество живописцев, воятелей, золотых дел мастеров, лучших, какие были в Риме. И основателем этого Содружества был один воятель по имени Микел Аньолу. Ди Бернардино де Микеле 1490-1540 Сиенский скульптор Этот Микел Аньолу был родом сиенец и был очень искусный человек, такой, что мог выступить среди любых других в этом художестве, но прежде всего это был самый веселый и самый сердечный человек, какого когда-либо знавали на свете. Из этого сказанного Содружества он был самый старый, но по телесной крепости самый молодой. Собирались мы часто, не меньше двух раз в неделю. Я не хочу умалчивать о том, что в этом нашем Содружестве были Джулио Романо, живописец, и Джан Франческо, изумительные ученики великого Рафаэлло да Урбино. Джулио Романо, 1499-1546, живописец и архитектор, ученик и помощник Рафаэля. Джан Франческо Пенни, 1496-1536, уроженец Борго, Сан-Лоренцо, ученик Перруджино. После того, как мы уже собирались много и много раз, этот наш добрый предводитель решил, что в следующее воскресенье все мы придем к нему ужинать, и что каждый из нас обязан привезти свою галку, как их называл сказанный Микеланьолу. А кто не приведет, тот обязан угостить ужином всю компанию. Тем из нас, кто не имел знакомства с такими непотребными женщинами, пришлось с немалыми затратами и хлопотами себе их раздобывать, чтобы не осрамиться за этим художническим ужином. Я, который рассчитывал отлично устроиться с одной очень красивой молодой женщиной по имени Пантаселея, которая была в меня очень влюблена, вынужден был уступить ее одному моему любезнейшему другу по имени Бакьякка, который и до того, и тогда еще был очень в нее влюблен. По этому случаю возникла некоторая любовная обида, потому что, видя, что я по первому же слову уступил ее Бакьякке, эта женщина решила, что я ни во что не ставлю великую любовь, которую она ко мне питает, из чего с течением времени родилось превеликое дело, ибо она захотела отомстить за понесенное от меня оскорбление. Об этом я потом в своем месте расскажу. Так как начинал близиться час, когда надо было явиться в художническое содружество каждому со своей галкой, а у меня ее не было, и мне казалось слишком несуразным не справиться с таким пустым делом, и что меня особенно затрудняло, так это то, что мне не хотелось вводить в своих лучах, в среду всех этих талантов, в какую-нибудь общипанную воронищу. Но я и придумал шутку, чтобы добавить к веселью еще больше смеха. И вот, решившись, я кликнул юношу шестнадцати лет, каковой жил со мною рядом. Это был сын Медника, испанца. Юноша этот занимался латынью и был очень прилежен. Звали его Диего. Он был хорош собой, с удивительным цветом лица, очертания его головы были куда красивее, чем у античного антиноя, и я много раз его изображал. И от этого мне было много чести в моих работах. Этот ни с кем не водил знакомств, так что никто его не знал. Одевался очень плохо и как попало. Влюблен он был только в свои удивительные занятия. Позвав его к себе в дом, я попросил его дать себя нарядить в женское платье, которое там было приготовлено. Он согласился и живо оделся. А я при помощи великолепных уборов быстро навел великие красоты на его прекрасное лицо. Я надел ему на уши два колечка с двумя крупными и красивыми жемчужинами. Сказанные колечки были надломленные, они только сжимали ухо, а оказалось, что оно проколото. Потом надел ему на шею прекраснейшие золотые ожерелья и дорогие камни. Также и красивые его руки я убрал кольцами. Потом ласково взяв его за ухо, подвел его к большому моему зеркалу. Каковой юноша, увидев себя, горделиво так сказал, «О, неужели это Диего?» Тогда я сказал, «Это Диего, которого я никогда еще не просил ни о какого рода одолжение, а только теперь я прошу этого Диего доставить мне невинное удовольствие. И состоит оно в том, что в этом самом наряде я хочу, чтобы он отужинал в том художническом содружестве, о котором я много раз ему говорил». Скромный, добродетельный и умный юноша, откинув от себя эту свою горделивость, обратив глаза к земле, постоял так немного, ничего не говоря, потом вдруг, подняв лицо, сказал, «С бенвенута я пойду, идем». Я накинул ему на голову большое покрывало, какое в Риме называется летней шалью, и когда мы пришли на место, каждый уже явился, и все вышли мне навстречу. Сказанный Микеланьоло был между Юлио и Джован Франческо. Когда я снял покрывало с головы этого моего прекрасного создания, этот Микеланьоло, как я уже говорил, был самый большой шутник и весельчак, какого только можно вообразить, схватившись обеими руками, одною за Юлио, а другою за Джан Франческо, насколько он мог такой тягой заставил их пригнуться, а сам, упав на колени, взывал о пощаде и скликал весь народ, говоря, «Смотрите, смотрите, каковы бывают ангелы рая, и хоть они зовутся ангелами, но смотрите, среди них есть и ангелицы». И, крича, говорил, «О ангелица, дух любви, спаси меня, благослови». При этих словах прелестное создание, смеясь, подняло правую руку и дало ему первосвященническое благословение со многими приятными словами. Микеланьолу, тогда Микеланьолу, встав, сказал, что папе целуют ноги, а ангелам целуют щеки, и когда он это сделал, юноша весьма покраснел и по этой причине преисполнился превеликой красоты. Когда мы прошли вперед, комната оказалась полна сонетов, которые каждый из нас сочинил и послал их Микеланьолу. Этот юноша начал их читать и прочел их все. Это настолько умножило его бесконечную красоту, что невозможно было бы и сказать. После всяких разговоров и диковинок, о каковых я не хочу распространяться, потому что я здесь не для этого, только одно словцо мне надлежит сказать, потому что его сказал этот удивительный Юлио, живописец, каковой, многозначительно обведя глазами всех, кто там был вокруг, но больше глядя на женщин, чем на остальных, обратясь к Микеланьолу сказал так. Микеланьолу, мой дорогой, это ваше прозвище Галки сегодня им идет, хотя они и похуже Галок рядом с одним из великолепнейших павлинов, каких только можно себе представить. Когда кушанье были готовы и поданы, и мы хотели сесть за стол, Юлио попросил позволения, что он хочет сам нас рассадить. Когда ему разрешили все, то, взяв женщин за руку, он всех их разместил с внутренней стороны и мою посередине. Затем всех мужчин он усадил с наружной стороны и меня посередине, говоря, что я заслужил всякую великую честь. За женщинами в виде шпалер было плетение из живых и красивейших жасминов, каковое создавало такой красивый фон для этих женщин, особенно для моей, что было бы невозможно сказать это словами. Так каждый из нас с великой охотой приступил к этому богатому ужину, каковой был изобилен удивительно. Когда мы поужинали, последовало немного чудесной голосовой музыки вместе с инструментами. И так как пели и играли по нотам, то мое прекрасное создание попросило, чтобы спеть свою партию. И так как музыку он исполнял едва ли не лучше, чем все остальные, то вызвал такое удивление, что речи, которые вели Юлио и Микеланьоло, были уже не так, как раньше шутливые, а были все из важных слов, веских и полных изумлений. После музыки некий Аурелио Асколано, который удивительно импровизировал, начав восхвалять женщин божественными и прекрасными словами, пока он пел, те две женщины, между которыми сидело это мое создание, не переставали тараторить. Аурелио Асколано, по всей вероятности, знаменитый импровизатор Эореало Досколи. Одна из них рассказывала, каким образом она сбилась с пути, другая расспрашивала мое создание, каким образом это случилось с ней, и кто ее друзья, и сколько тому времени, что она приехала в Рим, и много всякого такого. Правда, что если бы я только и делал, что описывал подобные потехи, я бы рассказал много случаев, которые тут произошли, вызванные этой пантаселеей, которая была сильно в меня влюблена, но, так как это не в моем намерении, я касаюсь их вкратце. И вот, когда эти разговоры этих глупых женщин надоели моему созданию, которому мы дали имя Помоны, то сказанная Помона, желая отделаться от этих их дурацких разговоров, стала ворочаться то в одну сторону, то в другую. Ее спросила та женщина, которую привел с собой Юлио, не нездоровится ли ей? Она сказала, что да, и что ей кажется, будто она с месяц как беременна, и что она чувствует неудобство в матке. Тут обе женщины, между которыми она сидела, движимые состраданием к Помоне, приложив ей руки к телу, обнаружили, что она мужчина. Они быстро отдернули руки с бранными словами, какие говорят красивым мальчиком, и встали из-за стола, и тотчас посыпались крики, и с великим хохотом, и с великим изумлением, и грозные Микеланьолы испросил у всех разрешение наложить на меня кару по-своему. Получив «Да», он с превеликими криками поднял меня на руках, говоря «Да здравствует сеньор, да здравствует сеньор», и сказал, что это и есть наказание, которого я заслуживаю за то, что выкинул такую отличную штуку. Так кончился этот превеселый ужин и этот день, и каждый из нас вернулся по своим домам. Глава тридцать первое. Если бы я хотел описать подробно каковы и скольки были многочисленные работы, которые я делал разного рода людям, слишком был бы длинным мой рассказ. Сейчас мне нет надобности говорить ничего другого, как только то, что я со всяческим рвением и усердием старался освоиться с тем разнообразием и многоразличием искусств, о котором я говорил выше. И так я непрерывно во всех них работал. Но так как мне еще не пришло на ум случая описать какое-либо значительное мое произведение, то я подожду, чтобы вставить их в своем месте. Они скоро придут. Сказанный Микеланьоло, сиенский воятель, делал в это время гробницу умершего папы Адриана, то есть папы Адриана VI, пробывшего на папском престоле всего один год, 1522-23. Гробница, о которой идет речь, находится во Флоренции, в церкви Санта-Мария дель Анима. Юлио Романо, живописец, сказанный, уехал служить маркизу Монтуанскому. Имеется в виду Федерико II Гонзага, правитель Мантуи, впоследствии в 1530 году получил от императора Карла V титул герцога. Остальные товарищи разбрелись кто куда по своим делам. Так что сказанное художническое содружество почти совсем расстроилось. В эту пору мне попалось несколько небольших турецких кинжальчиков. И рукоять кинжала, как и клинок, были железные. Также и ножны были железные тоже. На этих вещицах было насечено железом множество красивейших листьев на турецкий лад и очень тонко выложено золотом. Что возбудило во мне великое желание попытаться потрудиться так же и в этом художестве, столь непохожем на остальные. И, видя, что оно мне отлично дается, я выполнил несколько работ. Эти работы были гораздо красивее и гораздо прочнее турецких, по много различным причинам. Одна из них была та, что свою сталь я насекал очень глубоко и с пазухой, а в турецкой работе это не было принято. Другая та, что турецкие листья, только и бывают, что листья арума с цветочками подсолнечника. Хоть в них и есть некоторая прелесть, но она перестает нравиться, не то, что наша листва. Правда, в Италии мы делаем листву разными способами. Так ломбардцы делают красивейшую листву, изображая листья плюща и ломоноса с красивейшими изгибами, каковые очень приятны на вид. Тосканцы и римляне в этом роде сделали гораздо лучший выбор, потому что подражают листьям аканта, иначе медвежьи лапы с его стеблями и цветами разнообразно изогнутыми. И среди сказанных листьев отлично размещаются всякие птички и различные звери, почему можно видеть у кого хороший вкус. Часть их можно найти естественно в диких цветах, как, например, в так называемом львином зеве, потому что так обнаруживается в некоторых цветах и сопровождаются они другими красивыми вымыслами этих искусных художников. Те, кто не знает, называют это гротесками. Эти гротески получили это название от современных, потому что они были найдены изучателями в некоих земных пещерах в Риме, каковые пещеры в древности были комнатами, банями, кабинетами, залами и тому подобное. Так как эти изучатели нашли их в этих пещерных местах, потому что со времен древних почва поднялась и они остались внизу, и так как слово называет эти низкие места в Риме гротами, поэтому они и приобрели название гротесков. Но это не их название, потому что как древние любили создавать чудище, применяя кос, коров и коней, и когда получались такие ублюдки, называли их чудищами, так и эти художники делали из своих листьев такого рода чудища, и настоящее их название чудище, а не гротески. Когда я делал в таком же роде листья, выложенные вышесказанным способом, то они получались гораздо красивее на вид, нежели турецкие. Случилось в это время, что в неких вазах, а это были античные урночки, наполненные пеплом, среди этого пепла нашлись некие железные кольца, выложенные золотом еще в древности, а в эти кольца в каждое было вправлено паракушки. когда я обратился к этим ученым, они сказали, что эти кольца носили те, кто хотел остаться тверд мыслью при всяком необычайном происшествии, могущем его постигнуть, как в добром, так и в злом. Тогда я решился по просьбе некоторых сеньоров, больших моих друзей, и сделал несколько таких колечек, но я делал их из хорошо очищенной стали. Хорошо затем насеченные и выложенные золотом, они имели превосходный вид. И случалось иной раз, что за одно такое колечко, за одну лишь работу, я получал больше сорока скуда. В ту пору были в ходу золотые медальки, на которых всякий сеньор и знатный человек любил давать вырезывать какую-нибудь свою выдумку или эмблему, и носили их на шляпе. Таких работ я сделал много, и делать их было очень трудно. А так, как великий искусник, о котором я говорил по имени Карадоссо, сделал их несколько, за каковые, если на них бывало по нескольку фигур, он требовал не меньше, чем по ста золотых скуд за штуку, то по этой причине, не столько длительности, я был приглашен к некоим сеньорам, для каковых, среди прочих, сделал медаль в состязании с этим великим искусником, на каковой медали было четыре фигуры, над которыми я много потрудился. Случилось, что сказанные знатные люди и сеньоры, положив ее рядом с медалью удивительного Карадоссо, сказали, что моя гораздо лучше сделана и много красивее, и чтобы я хочу за свои труды, потому что я так им угодил, что они хотят угодить мне так же. На что я им сказал, что величайшая награда за мои труды, и которой я больше всего желаю, это сравняться с произведениями столь великого искусника, и что если их милостям так кажется, то я считаю себя вполне вознагражденным. Когда я на ушел, они тотчас же послали мне такой щедрейший подарок, что я был удовлетворен, и меня одолело такое желание делать хорошо, что это было причиной тому, о чем мы услышим в дальнейшем. Глава 32 Хоть так, так как она премного рассердилась на меня из-за этой шутки, когда на этот ужин явился испанец Диего вышесказанный и поклялась мне отомстить, то вышел случай, который я опишу, где моя жизнь подверглась превеликой опасности. Дело в том, что приехал в Рим некий юноша по имени Луиджо Пульчи, сын одного из Пульчи, того, которому отрубили голову за то, что он спал с родной дочерью. Племянник знаменитого поэта Луиджо Пульчи, автора героикомической поэмы о великане Морганти. Этот сказанный юноша имел изумительнейший поэтический дар и хорошее познание в латинской словесности. Хорошо писал, был необыкновенно изящен и красив. Он ушел от какого-то епископа и был весь полон французской болезнью. И так как, когда этот юноша жил во Флоренции, то в летние ночи в некоторых местах города собирались просто на улицах, где этот юноша был среди лучших, которые пели импровизируя. И так чудесно было слушать его пение, что божественный Микеланьоло Бонаротти, превосходнейший воятель и живописец, всякий раз, когда знал, где он, с превеликим желанием и удовольствием шел его слушать. И некий по имени Пилото, искуснейший человек, золотых дел мастер, и я составляли ему компанию. Настоящее имя Джованни Валдасаре, флорентийский скульптор и золотых дел мастер. Таким образом и случилось знакомство между Луиджи Пульчи и мной. И вот много лет спустя в таком жалком состоянии он мне открылся в Риме, прося меня, что я должен ради Бога ему помочь. Подвигнутый к состраданию его великими талантами, любовью к родине, и потому что таково свойство моей природы, я взял его к себе в дом и начал его лечить так, что, будучи таким молодым, он быстро вернулся к здоровью. Пока он восстанавливал это здоровье, он беспрестанно занимался, и я ему помог раздобыть много книг по мере моей возможности. Так что этот Луиджи, сознавая полученное от меня великое благодеяние, не раз словами и слезами благодарил меня, говоря мне, что если Бог когда-либо пошлет ему удачу, он мне воздаст награду за это оказанное ему благодеяние. На что я сказал, что я сделал для него не то, что хотел бы, а то, что мог, и что долг человеческих тварей помогать друг другу. Я ему только напомнил, чтобы этим благодеянием, которое я ему оказал. Он отплатил кому-нибудь другому, кто будет нуждаться в нем самом, как сам он нуждался во мне, и чтобы он любил меня как друга и таковым меня считал. Начал этот юноша бывать при римском дворе, где скоро устроился и поступил к некоему епископу, человеку восьмидесяти лет, а звали его епископом Гургским. Джироламо Бальбо, родом венецианец, епископ Каринтии, ученый латинист. У этого епископа был племянник, которого звали мессер Джованни. Был он венецианский дворянин. Этот сказанный мессер Джованни делал вид, будто превесьма влюблен в таланты этого Луиджи Пульчи и под предлогом этих его талантов сделал его таким близким к себе, как если бы это был он сам. Так как сказанный Луиджи говорил обо мне и о том, сколь многим он мне обязан, с этим мессер Джованни, то сказанный мессер Джованни пожелал со мной познакомиться. И вот случилось, что, когда я раз как-то вечером давал маленький ужин этой уже сказанной Пантасилею, на каковой ужин пригласил многих своих достойных друзей, явились, как раз когда мы садились за стол, сказанные мессер Джованни со сказанным Луиджи Пульчи, и после обмена приветствиями остались ужинать с нами. Как только эта бесстыдная блудница увидела красивого юношу, она сразу же возымела на него виды. Поэтому, когда окончился веселый ужин, я отозвал в сторону сказанного Луиджи Пульчи, говоря ему, что поскольку сам он заявлял, что так мне обязан, пусть он никоим образом не ищет сближения с этой блудницей. На эти слова он мне сказал, что вы, мой бенвенута, или вы считаете меня сумасшедшим? На что я сказал, не сумасшедшим, а молодым. И я ему поклялся Богом, что ее я и в мыслях не имею, а вас мне будет очень жаль, если из-за нее вы сломаете себе шею. При этих словах он поклялся, что молит Бога раз с нею заговорит. Должно быть, этот бедный юноша от чистого сердца дал Богу эту клятву, потому что шею он себе сломал, как дальше будет сказано. Сказанный мессер Джованни обнаружил с ним нечистую и недобродетельную любовь, ибо видели, что каждый день сказанный юноша меняет бархатное или шелковое платье, и стало известно, что он вполне предался скверне и забросил свои прекрасные чудесные таланты, и делал вид, будто меня не видит и не знаком со мной, потому что я его отчитал, сказав ему, что он отдал себя во власть низменным порокам, из-за каковых он когда-нибудь сломает себе шею, как он сказал. глава 33 3. Этот его мессер Джованни купил ему отличнейшего вороного коня, на какового истратил полтораста скуда. Конь этот был изумительно выезжен, так что этот Луиджи каждый день отправлялся горцевать на этом коне перед этой блудницей-пантасилеей. 4. Видя такое дело, я не стал этим заботиться, говоря, что все на свете следует своему естеству, и продолжал свои занятия. 5. Случилось однажды в воскресенье вечером, что этот воятель, Микеланьоло, сиенец, пригласил нас к себе ужинать, а было это летом. Был на этом ужине и Бакьякка, уже сказанной, и привел с собою эту сказанную пантасилею, свою прежнюю любовь. И вот, когда мы были за столом и ужинали, она сидела посередине между мной и сказанным Бакьяккой. В самый разгар ужина она встала из-за стола, сказав, что хочет сходить по кое-каким своим надобностям, потому что чувствует боль в животе и что сейчас же вернется. Пока мы самым веселым образом беседовали и ужинали, она задержалась немного дольше, чем следовало бы. 6. Случилось, что, когда я стал прислушиваться, мне показалось, будто кто-то тихонько так хихикает на улице. В руке у меня был нож, каковым я услужал себе за столом. Окно было настолько близко от стола, что, приподнявшись немного, я увидел на улице этого сказанного Луиджи Пульчи вместе со сказанной пантасилеей, и услышал, как из них Луиджи сказал, «О, если этот дьявол Бенвенута нас увидит, горе нам!» А она сказала, «Не бойтесь, слышите, как они шумят. Они заняты всем, чем угодно, но только не нами». При этих словах я, который их узнал, выпрыгнул из окна наземь и схватил Луиджи за плащ, и ножом, который у меня был в руке, я бы, наверное, его зарезал. Но так как он был верхом на белой лошадке, то он таковую подбоднул, оставив у меня в руке плащ, чтобы спасти свою жизнь. Пантасилея бросилась бегом в церковь по соседству. Те, что сидели за столом, сразу повскакав, кинулись все ко мне, умоляя меня, чтобы я не беспокоил ни себя, ни их из-за потаскухи. На что я им сказал, что ради нее я бы с места не тронулся, а только из-за этого негодного юнца, каковой показал, что так мало меня ценит. И поэтому я не дал себя склонить никакими этими речами этих почтенных, даровитых людей, но взял свою шпагу и пошел один в прати. Во времена Челлини — обширное поле за замком Святого Ангела. Название это сохранилось за построенным на этом поле районом нынешнего Рима. Потому что дом, где мы ужинали, был неподалеку от ворот Костелло, которые вели в прати. Когда я так шел в сторону прати, то немного прошло времени, как солнце село, и я медленным шагом повернул в Рим. Уже наступила ночь и тьма, а римские ворота не запирались. Около двух часов я подошел к дому этой пантасилеи с намерением, если там окажется этот Луиджи Пульчи, досадить им обоим. Видя и слыша, что в доме никого нет, кроме прислужницы по имени Канида, я пошел отнести плащ и ножны от шпаги и опять вернулся к сказанному дому, который стоял позади банки на реке Тибри. Торговая улица, уставленная торговыми рядами, ведущая к мосту Святого Ангела. Прямо против этого дома был сад некоего трактирщика, которого звали Ромуло. Сад этот был обнесен густой терновой изгородью, в каковой я и спрятался, стоя, поджидая, пока сказанная женщина вернется домой вместе с Луиджи. Немного погодя, явился туда этот мой приятель, прозванный Бакьяккой, каковой или сам догадался, или же ему сказали. Он тихонько окликнул меня, — Кум, так мы называли друг друга в шутку, и умолял меня Господом Богом, говоря такие слова, чуть не плача, — Кум мой, я вас умоляю, чтобы вы не делали зла этой бедняжке, потому что она ровно ни в чем не виновата. На что я сказал, — Если по этому первому слову вы отсюда не уберетесь, я вас схвачу этой шпагой по голове. От страха у этого бедного моего кума тут же расстроился живот, и ему недалеко удалось отойти, потому что пришлось подчиниться. Так звездило, что было совсем светло. Вдруг я слышу топот многих коней, и подъехали с одной стороны и с другой. Это были сказанные Луиджи и сказанные Пантасилея, сопровождаемые некоим мессер Бенвеньято перуджинцем, камерарием папы Климента, и с ними было четверо отважнейших перуджийских капитанов с другими храбрейшими молодыми солдатами. Всего их было свыше двенадцати шпаг. Когда я это увидел, то, принимая во внимание, что я не знал, куда бежать, я постарался забиться в эту изгородь. Но так как этот колючий терновник делал мне больно, и я бесился, как бык, то уже было решился выскочить и бежать. В это время Луиджи обнимал сказанную Пантасилею за шею, говоря, «Я тебя еще раз поцелую на зло этому предателю Бенвенут». Тогда, истерзанный сказанными колючками и вынужденный сказанными словами этого юноши, выскочив вон, я поднял шпагу. Громким голосом я сказал, «Всем вам конец!» И тут удар шпаги пришелся сказанному Луидже в плечо. А так как этого бедного юношу эти мерзкие сатиры всего обжелезили кольчугами и всякими такими вещами, то удар получился превеликий, и шпага, повернув, попала в нос и в рот сказанной Пантасилею. Оба они свалились на земь, а Бакьяка со спущенными штанами вопил и убегал. Я смело обернулся к остальным со шпагой, и эти отважные люди, услыхав громкий шум, поднявшийся в трактире, думая, что там войско в сто человек, хоть и храбро взялись за шпаги, но две лошадки, среди прочих испугавшись, привели их в такое замешательство, что когда двое лучших были сброшены кувырком, то остальные обратились в бегство. Я же, видя, что дело пошло на лад, быстрейшим бегом с честью вышел из этого предприятия, не желая испытывать судьбу больше, чем должно. В этом столь непомерном беспорядке своими же шпагами ранили себя несколько этих солдат и капитанов, а сказанный мессер Бен Виньято, папский камерарий, был ушиблен и потоптан своим мулом, а один его служитель, схватившись за шпагу, упал вместе с ним и люто ранил его в руку. Это рана и была причиной, почему больше, чем все остальные, этот мессер Бен Виньято ругался на этот их перуджийский лад, говоря, клянусь господним, я хочу, чтобы Бен Виньято научил Бен Винута, как жить, и поручил одному из этих своих капитанов, быть может, и более смелому, чем остальные, но, будучи молод, он имел мало разумения. Этот самый пришел ко мне туда, где я укрылся, в дом некоего неаполитанского вельможи, каковой, слышав и видев кое-какие работы моего художества, а вместе с ними душевное и телесное расположение, годное к воинскому делу, к каковому этот вельможа был склонен. Так что, видя себя обласканным и чувствуя себя к тому же в своей стихии, я дал такую отповедь этому капитану, что, я думаю, он весьма раскаивался, что пришел ко мне. Несколько дней спустя, когда подзажили раны и у Луиджи, и у Потаскухи, и у этих прочих, к этому неаполитанскому вельможе обратился с просьбой этот мессер Бен Виньято, у которого гнев прошел, помирить меня с этим сказанным юношей Луиджи, и что, мол, эти храбрые солдаты, каковые, ничего против меня не имеют, просто хотят со мною познакомиться. Поэтому вельможа этот сказал им всем, что приведет меня, куда они желают, и охотно меня помирит, что при этом ни с той, ни с другой стороны не должно брыкаться словами, ибо это шло бы слишком против их чести. Достаточно будет для виду выпить и облобызаться, а что слова хочет сказать, он сам, каковыми он охотно их ублаготворит. Так и сделали. Однажды вечером, в четверг, сказанный вельможа привел меня в дом, к сказанному мессер Бен Виньято, где были все эти солдаты, которые были при этом поражении, и они еще сидели за столом. С моим вельможей было свыше тридцати смелых людей, все хорошо вооруженные, чего сказанный мессер Бен Виньято не ожидал. Когда мы вошли в зал, первым сказанный вельможа, а я за ним, он сказал такие слова. «Да хранит вас Бог, сеньоры! Мы к вам явились, Бен Винута и я, каковой, люблю его, как родного брата. И мы готовы сделать все то, на что будет ваша воля». Мессер Бен Виньято, видя, что зал наполняется таким множеством людей, сказал, «Мы просим вас о мире и ни о чем другом». Итак, мессер Бен Виньято обещал, что суд римского губернатора не будет меня беспокоить. Мы заключили мир. После чего я тотчас же вернулся к себе в мастерскую, но не мог пробыть и часа без этого неаполитанского вельможи, каковой то являлся ко мне сам, то посылал за мной. Тем временем сказанный Луиджи Пульчи, поправившись, каждый день ездил на этом своем вороном коне, который был так хорошо объезжен. Как-то раз, среди прочих, после дождика, он горцевал на коне перед самой дверью Пантасилеи, поскользнулся и упал, а конь на него. Сломав себе правую ногу в бедре, в доме сказанной Пантасилеи, он несколько дней спустя умер и исполнил клятву, которую от чистого сердца дал Богу. Отсюда видно, что Бог ведет счет добрым и злым, и каждому воздает по заслугам. Глава 34 Уже весь мир был под оружием. Речь идет о той военной ситуации в Италии, которая сложилась в результате соперничества Испании и Франции за преобладание на Пенинском полуострове. В борьбу эту так или иначе были втянуты все итальянские государства, а также Англия и Швейцария. В так называемую Коньякскую лигу против императора Карла V, созданную Папой Климентом VII, в 1526 году вошли Франция, Англия, Швейцария и Венеция. Мирный договор, заключенный в марте 1527 года между Папой и императором, был вероломно нарушен, и сорокатысячная испано-немецкая армия под командованием Карла Бурбона, бывшего коннетабля Франции, и двоюродного брата Франциска I, перешедшего на службу к Карлу V еще в 1523 году, в мае 1527 года осадила и захватила Рим, подвергнув его безжалостному разграблению. Папа Климент послал попросить у синьора Джованни де Медичи некие отряды солдат, и когда таковые пришли, то они выделывали в Риме такие дела, что нельзя было оставаться в открытых мастерских. У Джованни де Медичи, то есть Джованни делье Банденери. Это было причиной, почему я перебрался в добрый домину за банки. И там я работал на всех этих приобретенных мною друзей. Работы мои в ту пору были не особенно значительны, поэтому рассказывать о них не стоит. В эту пору я много развлекался музыкой и такими удовольствиями, подобными ей. Когда папа Климент по совету мессер Якопо Сальвиати распустил эти пять отрядов, которые ему прислал синьор Джованни, каковой тогда же умер в Ломбардии, Бурбон, узнав, что в Риме нет солдат, стремительнейше двинул свое войско на Рим. Карл Бурбон был убит при осаде Рима 6 мая 1527 года. По этому случаю весь Рим взялся за оружие. И вот, так как я был очень дружен с Алессандро, сыном Пьеро дель Бене, и так как в те времена, когда колонцы проходили в Рим, он меня просил, чтобы я охранял ему его дом, то при этом более важном случае он попросил меня, чтобы я набрал 50 товарищей для охраны сказанного дома и чтобы я был их предводителем, как я это делал во времена колонцев. Поэтому я набрал 50 отважнейших молодых людей, и мы вступили в его дом на хорошую плату и хорошее содержание. Пьеро дель Бене — богатый флорентийский банкир. Когда колонцы приходили в Рим, Челлини имеет в виду следующие события. В сентябре 1526 года наемники могущественного семейства Колонна, державшего сторону императора Карла, вошли в Рим и подступили к Ватикану, рассчитывая запугать Климента VII и заставить его заключить выгодный для императора мир. Нападение было отражено отрядами Джованни дель Банде Нери. И вот мы пошли, один из наилучших этих товарищей и я. А по дороге с ним к нам присоединился некий молодой юноша по имени Чекино Делла Каза. Мы пришли к стенам Кампо Санто, и здесь увидели это изумительное войско, которое уже прилагало все свои усилия, чтобы войти. В том месте стен, куда мы подошли, много молодежи было побито теми, что снаружи. Здесь дрались, что было мочь. Стоял такой густой туман, какой только можно себе представить. Я обернулся к Алессандро и сказал ему, — Вернемся домой как можно скорее, потому что здесь ничем нельзя помочь. Вы видите, те лезут, а эти бегут. Сказанный Алессандро, испугавшись, сказал, — Дал бы Бог, чтобы мы сюда не приходили, и с превеликой поспешностью повернулся, чтобы идти. Я его попрекнул, говоря ему, — Раз уж вы меня сюда привели, необходимо сделать что-нибудь по-мужски. И, направив свою аркебузу туда, где я видел более густую и более тесную кучу боя, я прицелился в середину, прямо в одного, которого я видел возвышавшимся над остальными, потому что туман мешал мне разобрать, на коне он или пеший. Обернувшись затем к Алессандро и к Чикино, я им сказал, чтобы они запалили свои аркебузы, и показал им способ, чтобы не угодить под выстрелы тех, что снаружи. Когда мы так сделали по два раза каждый, я осторожно подошел к стенам и увидел среди тех необычайное смятение. Оказалось, что этими нашими выстрелами убит бурбон. Это и был тот первый, которого я видел возвышающимся над остальными, как потом узналось. Уйдя оттуда, мы прошли через Кампо Санто и вошли через Сан-Пьеро. И, выйдя за церковью Санто-Аньоло, добрались до ворот замка с превеликими трудностями, потому что сеньор Ренцо Дочери и сеньор Орацо Бальони ранили и убивали всех, кто покидал битву у стен. Ренцо Дочери и сеньор Орацо Бальони знаменитые в ту пору кондотьеры. Когда мы подошли к сказанным воротам, часть врагов уже вступила в Рим и наседала на нас. Когда замок уже собирался опустить решетку у ворот, образовалось свободное место, так что мы четверо вошли внутрь. Как только я вошел, меня взял капитан Паллоне де Медичи и, так как я принадлежал к людям замка, заставил меня расстаться с Лиссандро, что я сделал весьма против воли. Когда я поднялся на башню, в это самое время по коридорам вошел в замок папа Климент, потому что он сперва не хотел уходить из дворца Сан-Пьеро, не в силах поверить, чтобы те могли войти. Оказавшись таким образом внутри, я подошел к некоим орудиям, за каковыми имел присмотр пушкарь по имени Джулиано Флорентинец. Этот Джулиано, глядя промеж зубцов замка, видел, как разоряют его бедный дом и мучат жену и детей. И поэтому, чтобы не попасть в своих, он не решался запалить свои орудия. И, бросив запальный фитиль на земь, с превеликим плачем терзал себе лицо. И то же самое делали некоторые другие пушкари. Поэтому я взял один из этих фитилей, велев себе помогать некоим, которые там находились, у каковых не было таких страстей. Навел несколько штук сакров и фалконетов туда, где видел надобность, и ими уложил много людей у врагов. Если бы этого не было, то та часть, что вступила в Рим в это утро, двинулась бы прямо на замок. И, возможно, что она легко вошла бы, потому что орудия их не беспокоили. Я продолжал стрелять. Поэтому некоторые кардиналы и сеньоры благословляли меня и предавали превеликого духу. Так что я, воодушевясь, силился сделать то, чего не мог. Достаточно того, что я был причиной, что замок в это утро спасся, и что остальные эти пушкари снова принялись делать свое дело. Я продолжал весь этот день. Когда настал вечер, в то время как войско вступило в Рим через Трастевере, папа Климент, поставив начальником над всеми пушкарями некоего римского вельможу, какового звали миссер Антонио Санта-Крочи, этот вельможа первым делом подошел ко мне, учиняя мне ласки. Он поместил меня с пятью чудесными орудиями на самом возвышенном месте замка, которое и называется у Ангела. Это место обходит весь замок кругом и смотрит и в сторону Прати, и в сторону Рима. Он дал мне под начало сколько нужно людей, которыми я бы мог командовать, чтобы помогать мне ворочать мои орудия. Принадлежал к людям замка, Челлини числился тогда папским музыкантом, дворец Сан-Пьеро, Ватиканский дворец, несколько штук сакров и фалконетов, артиллерийские орудия того времени, у Ангела, то есть у подножия скульптурного изображения Ангела, венчающего замок. И, велев выдать мне плату вперед, отпустил мне хлеба и немного вина, и затем попросил меня, чтобы я как начал, так и продолжал. Я, который, быть может, был более склонен к этому ремеслу, нежели к тому, который считал своим, так охотно его исполнял, что оно мне удавалось лучше, чем сказанное. Когда настала ночь, и враги вступили в Рим, мы, которые были в замке, особенно я, который всегда любил видеть новое, стоял и смотрел на эту неописуемую новизну и пожар. Те, кто был в любом другом месте, кроме замка, не могли этого ни видеть, ни вообразить. Однако я не стану этого описывать. Я буду продолжать описывать только эту мою жизнь, которую я начал, и то, что прямо к ней относится. Глава тридцать пятая Так как я непрерывно продолжал действовать своими орудиями, то, благодаря им, за целый месяц, что мы были осаждены в замке, со мной случилось множество величайших приключений, которые все стоят того, чтобы о них рассказать. Но, не желая быть столь пространным и не желая оказываться слишком в стороне от моего художества, я опущу большую их часть, говоря только о тех, которые меня вынуждают, каковые будут наименьшее числом и наиболее замечательные. И первое из них такое, что, так как сказанный мессер Антонио Санта-Крочи велел мне спуститься из-под ангела, чтобы пострелять в некие соседние с замком дома, куда видно было, как вошли некие враги с воли, то, пока я стрелял, в меня грянул орудийный выстрел, каковой угодил в край зубца и отхватил столько, что по этой причине не сделал мне вреда. Потому что это большое количество все целиком ударило меня в грудь. У меня остановилось дыхание, и я лежал на земле простертый, как мертвец, и слышал все, что говорили окружающие. Среди каковых очень сетовал этот мессер Антонио Санта-Крочи, говоря, увы, мы лишились лучшей помощи, какая у нас была. Подоспел на этот шум некий мой товарищ, которого звали Джан-Франческо Флейчик. Этот человек был более склонен к медицине, чем к Флейте, и тотчас же, плача, побежал за графинчиком отличнейшего греческого вина. Накалив черепицу, он положил на нее добрую пригоршню полыни, затем попрыскал сверху этим добрым греческим вином, когда сказанная полынь хорошо пропиталась, он тотчас же положил мне ее на грудь, где ясно была видна ушибина. Такова была сила этой полыни, что она сразу вернула мне потерянные силы. Я хотел заговорить, но не мог, потому что какие-то дураки-солдаты набили мне рот землей, думая, что они меня ею приобщают, каковою они меня скорее отлучили, потому что я не мог прийти в себя, ибо эта земля гораздо больше меня извела, чем ушиб. Выпутавшись, однако же, из этого, я вернулся к орудийным громам, продолжая их со всем искусством и наилучшим рвением, какие я только мог измыслить. И так, как папа Климент послал просить помощи у герцога Урбинского, каковой был с венецианским войском, сказав послу, чтобы тот сказал его светлости, что до тех пор, пока сказанный замок будет продолжать зажигать каждый вечер три огня на вершине замка, сопровождаемых тремя троекратными орудийными выстрелами, что пока будет продолжаться этот знак, это будет означать, что замок не сдался. То мне было поручено зажигать эти огни и стрелять из этих орудий и всякий раз днем я их наводил на такие места, где они могли причинить какой-нибудь большой вред. По этой причине папа полюбил меня еще гораздо больше, потому что видел, что я исполняю ремесло с тем вниманием, какого это дело требует. Помощь от сказанного герцога так и не пришла, поэтому я, который здесь не для этого, прочего не описываю. У герцога Урбинского Франческо Мария Делла Роверре 1491-1538 племянник папы Юлия Второго и командующий папскими войсками, перешедший на службу к венецианцам.